Друзья, всем еще раз доброе утро! Вижу, что у всех настроение хорошее. Видимо, вчера не успели перегрузиться на первом дне конференции и успели немножечко отдохнуть. Мы начинаем второй день нашей конференции. Я еще раз скажу, что рад всех приветствовать. И, собственно говоря, старт нашего второго дня. Я, Джефф, предлагаю объявить вам, потому что вы лучше знаете Аманду, чем она занимается, какова ее профессиональная деятельность. Вы тогда объявите? Доброе утро всем! Я очень рад, что все смогли вернуться сегодня. И сегодня будет очень насыщенной информацией день. Я надеюсь, что он будет всем интересным. Я очень рад, что Аманда Бин с нами сегодня начинает наш день. Она является одним из экспертов программы Dear Floor Time. Она практик, она тренер. И у нас около 200 всего тренеров по всему миру. И Аманда из Торонто, из Канады, к нам сегодня прилетела. И многие, наверное, уже проходили наши обучающие курсы, получали сертификаты. И те, кто проходил их, наверняка видели Аманду, поскольку она, в частности, представляет лекцию в составе нашего курса. И она является сейчас очень опытным логопедом и экспертом. И она также проводит ряд исследований, на которые мы, наверное, посмотрим завтра. Завтра будем говорить про наши исследовательские программы. Она является одним из экспертов в составе группы исследователей в Университете Йорка. Мы будем публиковать еще статьи о Floor Time и о методе лечения по Dear. И сейчас хочу передать слово Аманде Бинс. Спасибо большое. Я очень рада всех видеть. Спасибо большое за приглашение поучаствовать в конференции. Сегодня я предлагаю вам поговорить о методе лечения. Вчера Вирджиния нам рассказывала очень интересные вещи. Она говорила нам основные основы понимания того, как мы работаем с гомеостазом. То есть, каким образом мы можем видеть спокойное состояние или тревожное состояние. Каким образом люди взаимодействуют. Будем сегодня говорить об этих состояниях. И будем говорить сегодня о процессе развития коммуникации. Для этого не обязательно быть логопедом. Я думаю, что если вы работаете с детьми, вы помогаете создать для них поддерживающую среду, то помогаете им также коммуницировать. Наверняка, эту информацию вы сможете использовать для того, чтобы еще более эффективно работать и более эффективно обмениваться информацией, строить этот коммуникационный цикл с детьми. Я думаю, что стоит нам начать с того, чтобы поговорить о саморегуляции. Это такой непростой вопрос. Кто из вас слышал термин «саморегуляция» до вот этой конференции? Поднимите руку. Кто-то слышал, знаком с термином «саморегуляция»? Отлично. Итак, в США, в Канаде саморегуляция сейчас очень активно обсуждается и в научной литературе, и даже в разных профессиях разных сфер. Есть целое исследование, которое посвящено различному значению термина «саморегуляция», и мы видим, что интерпретация достигает 400 вариантов. Я думаю, что здесь тоже есть разные варианты его интерпретации. Когда я говорю про саморегуляцию, я говорю о биологических и о когнитивных ресурсах и об их использовании для того, чтобы быть в сбалансированном эмоциональном состоянии, то есть одновременно быть начеку и одновременно быть спокойным. Мы распознаем наши эмоции, например, усталость или стресс, или эмоции, и каким образом эмоции могут влиять на наше взаимодействие с людьми или влиять на наше поведение. И также осознание и способность выйти из этого состояния. Мы говорим о том, что детям необходимо вот это воспринимать из своей среды, и они этому учатся, находясь в тех социальных, коммуникативных ситуациях в своей жизни. Почему это важно при лакопедическом вмешательстве? Есть очень много исследований, которые говорят, что очень большое количество детей с нарушениями имеют как раз проблемы с саморегуляцией. То есть примерно 80% детей с нарушениями речи также имеют проблемы с саморегуляцией. Поэтому если вы видите детей с нарушениями речи и овладением языком, наверняка у них и есть сложности с саморегуляцией. Все эти данные были собраны в 90-е годы. Но я думаю, что, наверное, этот показатель, к сожалению, сейчас и вырос с того времени. Важно также сказать, что саморегуляция является сильным указателем на успех как в социальной сфере, так и в обучающей среде. То есть дети, которые показывают хорошие навыки саморегуляции в дошкольном возрасте, они лучше обучаются грамотности, больше набирают лексику и лучше в целом воспринимают математику, обучаются математике. Дети с лучшей регуляцией поведения также лучше набирают лексику, у них более богатый запас слов. Также, когда мы думаем о том, какая цель нашего вмешательства, чего мы хотим достичь, мы хотим помочь детям эти стратегии использовать за пределами нашей терапевтической среды. То есть мы их нарабатываем в терапии, но мы хотим, чтобы они их применяли за пределами терапии в реальной жизни. И таким образом мы можем их наблюдать и оценивать. И также они могут наблюдать и оценивать, и смотреть, используют ли они стратегии или нет. Это тоже является частью саморегуляции. В отношении детей именно с аутизмом. Когда мы говорим про детей с аутизмом, у них часто наблюдаются проблемы в области саморегуляции, и мы видим это и по отзыву от родителей. Родители наблюдали, что дети с диагнозом аутизм обычно медленнее адаптируются, они хуже концентрируют свое внимание, и при этом свое внимание переключают хуже задание на задание. Они очень легко отвлекаются на внешние отвлекающие факторы. Это то, что говорят родители. Когда мы говорим о наблюдениях поведения, то мы это подтверждаем. Наблюдение за поведением, в частности, выявило, что дети с диагнозом аутизм очень плохо ориентируются в своих эмоциональных реакциях. То есть они могут не понимать разницы между тем, чтобы быть расстроенным, и ощущать злость, или, может быть, они чуть-чуть расстроены, и они не видят сильной разницы между тем, чтобы быть сильно расстроенным. То есть у них вот такая черно-белая картина мира, либо плюс, либо минус. Они просто генерируют эмоции, а осознают их очень плохо. В целом, наблюдение за поведением детей с диагнозом аутизм, видно, что они меньше переживают позитивных эмоций, то есть они меньше улыбаются, и через их эмоциональную экспрессию на лице очень сложно понять, насколько они воспринимают то, что им говорят. Также, когда мы говорим о когнитивном понимании эмоций, у них тоже находится это на низком уровне. То, о чем вчера говорила Вирджиния, сложности с сенсорным восприятием информации имеют место быть, и также сложности с тем, чтобы это трансформировать в физиологические, физические реакции. То есть, для детей с аутизмом сложно выстроить эту связку и обрабатывать сенсорную информацию. Они также при наблюдении за детьми или при наблюдении родителями и при работе с детьми с аутизмом необходимо опираться на предыдущий опыт. И здесь мы видим ряд исследований, которые были проведены учеными в отношении детей с аутизмом и восприятие ими эмоциональной картины мира. Мы говорили о саморегуляции, и мы говорим о том, чтобы... о способности осознать и управлять эмоциями, признать эти эмоции и регулировать уровень энергии. Это очень сложная концепция, и нам необходимо быть готовыми именно в формате Д, буквы Д, как составляющей нашей терапии. У нас есть две техники. Здесь саморегуляция. За нее отвечает префронтальная кора головного мозга. С помощью нее мы можем отслеживать и управлять нашим поведением и накалом наших эмоций, и, в частности, обеспечивать саморегуляцию. Это та зона мозга, которая развивается только в более старшем возрасте, на самом деле, в подростковом. Саморегуляция на самом деле не начинается не с саморегуляции, она начинается с понятия совместная регуляция. То есть дети опираются на взрослых, считывают их подсказки, считывают их реакции и опираются на взаимодействие. То есть вот такое сообщение, как Wi-Fi, о котором говорила вчера Вирджиния, и именно эта совместная регуляция дает основания для развития последующей саморегуляции. Давайте сейчас подумаем об этом, как представим маленький мозг, в котором только развивается префронтальная кора, и она только начинает меленизироваться, и в этот момент она опирается на более взрослый мозг, для того, чтобы эти связи построить. По мере того, как дети растут, мы видим, что более очевидным становится баланс в формировании мозга, и мы видим, что ребенок становится более способным саморегулировать себя, и уже не требует такого количества совместной регуляции, переживает различные эмоции и демонстрирует различное поведение. И по мере того, как дети растут, вот этот баланс, он становится все более и более очевидным. И далее в процессе развития мы видим, что ребенок, подросток становится уже способным к саморегуляции. То есть саморегуляция означает самостоятельная регуляция, человек сам себя регулирует. Но когда мы говорим о работе с маленькими детьми, мы говорим не о саморегуляции, а о совместной регуляции, о том, чтобы регулировать эти эмоциональные опыты вместе с другими. Но на самом деле даже и во взрослом опыте мы и опираемся на совместную регуляцию, особенно когда мы переживаем какие-то стрессовые ситуации, опираемся на поддержку. Теперь мы вкратце поговорили о понятии саморегуляция. Давайте поговорим о том, каким образом мы будем с ней работать. Было бы, конечно, очень здорово, если мы могли бы сказать, «Слушай, ну успокойся!» И ребенок бы сразу успокоился. Но на самом деле, конечно, этого никогда не происходит. И думаю, что здесь правильно выражена цитата. Даже взрослые люди, например, «Я расстроена, ко мне подходит мой муж и говорит, успокойся!» И, естественно, эти его слова, они только обостряют накал моих эмоций, потому что получается, что он не валидирует мою эмоцию, мои чувства, которые я переживаю. Это гораздо более сложная концепция. Недавно я и коллеги выпустили статью, напечатали статью в научном журнале «Роль дефектолога в поддержке развития саморегуляции». Это некий анализ и также методичка о том, как наблюдать и выявлять нарушения, и о том, как стремиться и развивать саморегуляцию при работе со сложностями в речи, о владении языком. То есть у нас есть некая рамка, в которой мы задаем подход к работе по развитию саморегуляции, начинаем с каких-то базовых понятий, и потом движемся вперед, с учетом того, что ребенок нарабатывает, схватывает определенные навыки и стремится к саморегуляции. Вот она, наша табличка. Ну, такая она немножечко сложная, запутанная. Я предлагаю сделать следующее. Я знаю очень маленькое изображение на слайде букв, но, к сожалению, не получилось у меня ее в более крупном формате распечатать. Кроме того, она еще и на английском. Ну, сейчас мы как-то постараемся перевести. Я постараюсь более крупное разрешение предоставить. Она также является частью нашей статьи. И мы видим, что здесь учитываются несколько фаз. Сначала мы определяем, вообще, ребенок переживает стресс или нет, и какого типа стресс он переживает. И потом выбираем стратегии совместной регуляции, для того, чтобы, во-первых, смягчить накал этого стресса и влияние на способность ребенка к саморегуляции, влияние этого стресса. Потом мы переходим к тому, чтобы развить некие базовые навыки, которые необходимы ребенку для того, чтобы саморегулироваться, то есть осознание, понимание эмоций. Если мы хотим, чтобы ребенок был способен регулировать свою эмоцию, это сначала для ребенка очень сложно. Если ребенок не понимает баз свой, что лежит в основе эмоций или в основе чувства, то есть можно посмотреть на ребенка и сказать, да-да, действительно, грустная картинка, но необходимо действительно понимать, что переживает ребенок, когда он чувствует себя грустным, если там надежда или действительно ребенок переживает такой уровень грусти, что он не может вообще сейчас вовлечься ни в какое задание, для того, чтобы осознать, определить эту эмоцию. То есть нам необходимо понять степень, глубину эмоции, для того, чтобы работать с самым ее наивысшим выражением, если можно так сказать, для того, чтобы наработать стратегии совместной регуляции до того, как ребенок не подошел к самому краю, к самой границе. Мы видим здесь стратегии в фиолетовых квадратиках. Это некая система поступательного выстраивания, системы саморегуляции и понимания у детей, каким образом они могут саморегулироваться. Очень хорошо эта табличка коррелирует с нашей моделью ДИР. И зеленая часть разделена на три степени эмоционального развития. Мы видим, что мы работаем с ребенком, мы его вовлекаем в обмен информацией, в коммуникацию. И при этом, когда мы говорим о поступательном выстраивании базовых навыков, мы добавляем вот этот элемент распознавания эмоций и способствуем наработке ребенком более развитых навыков саморегуляции, идентифицирования своих эмоций. И мы видим, что некоторые из них коррелируют с шестым уровнем, некоторые с седьмым, некоторые с восьмым. И в конце концов, мы приходим к тому, что ребенок в состоянии обеспечить себе саморегуляцию. Это обозначено у нас красным. Сегодня мы будем говорить с вами только про вот эту часть сверху. То есть мы будем говорить о том, как идентифицировать признаки стресса, которые может переживать ребенок. Потому что очень важно понимать основы стресса. Если ребенок переживает стресс в связи с событиями в окружающей среде, то, скажем, этот стресс, он поражает ту зону мозга, которая нам необходима для саморегуляции. Как мы уже сказали, нам необходимо обратиться к префронтальной коре для того, чтобы обеспечить саморегуляцию. А именно, она у нас страдает во время стресса даже во взрослом возрасте. И именно в этот момент мы полагаемся на других и ждем некой совместной регуляции для того, чтобы выйти из этого стресса и для того, чтобы успокоиться, при этом быть на чеку и научиться из опыта тому, что происходит в среде. Так. Так. this is so little for me. Sorry, I just need to... This is how we've kind of depicted in a different way the framework. So, you notice at the bottom of the triangle here, we've got identifying and co-regulating to reduce stress. And that kind of trickles in to those higher levels as well. Because... Oh... Он не настроен, что ли? Он не настроен, смотри на него. Попроси, чтобы они... А, видимо, какое-то нарушение коммуникации, да? Одни знают о проблеме, другие не знают, что ее нужно решить. А, коллеги, у нас трудности с переводом, как наушники не идет синхронный перевод. Уже все хорошо, да? Итак, пирамида, которую вы видите на слайде, она изображает рамки самым разным образом. Таким образом мы регулируем стресс и коммуникацию. все начинается с выявления и совместной регуляции для снижения стресса. И существует четыре разных этапа. Первый этап никогда не заканчивается. Он является частью всех остальных этапов. То есть, даже когда вы начинаете работать над более высоким уровнем навыков, когда помогаете ребенку развивать когнитивные навыки для саморегуляции, вы все равно будете вынуждены возвращаться к первому уровню и проверять даже когнитивную нагрузку и насколько сложны задачи и как это влияет на регуляцию ребенка. Поскольку в любом случае вам придется возвращаться назад к стратегии со-регуляции. И эти стратегии нужно будет применять на протяжении всех голубых квадратиков и фиолетовых квадратиков. Именно поэтому треугольник изображен именно так. Потому что всегда нужно помнить о том, что нужно оценивать ребенка и продолжать использовать то, что написано на дне пирамиды. очень много индивидуальных различий. И я тут перечислила не весь список того, что ребенок делает, того, что мы можем наблюдать, когда ребенок демонстрирует, что у него стресс. Но я здесь перечислила те виды поведения, которые для меня являются сигналом того, что возможно нужно чуть больше подумать о регуляции на данном этапе. Если же у ребенка с трудностью с тем, чтобы удерживать внимание, то для меня это сигнал о том, что возможно происходит дерегуляция. Если ребенку сложно определиться с своей позой, он все время ерзает на стуле, или если он чувствует, что ему нужно все время крутиться и бегать по комнате, по аудитории, это значит, что нужно помочь ребенку с регуляцией. Если ребенку сложно думать гибко, я думаю, что многие из вас наблюдали, что ребенок хочет делать что-то именно каким-то определенным образом. Например, ему хочется выстраивать предметы по порядку, по линейке. это своего рода стратегия, которую ребенок использует, чтобы регулировать самого себя. И это здорово, что ребенок сам нашел своего рода стратегию, но в то же время мне хочется копнуть глубже и задать себе вопрос, почему ребенку нужно использовать это в качестве стратегии? Можно ли что-то сделать, чтобы помочь ребенку расширить его инструментарии и стратегии, которыми он пользуется? и этот вопрос можно задать в рамках взаимодействия. Это не всегда должны быть какие-то объекты и их организация в пространстве распределения. Можно помочь ребенку расширить эти стратегии, этот инструментарий, чтобы помочь ребенку с саморегуляцией. Если ребенок с трудом реагирует на других, например, на игровой площадке или с тем, кто рядом, возможно, нужно подумать о том, как помочь ребенку с социальной навигацией, как ребенку начать играть с кем-то, как присоединиться к другим детям на игровой площадке. Это также поможет ребенку с его системой регуляции. Если ребенку сложно подойти к кому-то и поделиться тем, какие у него есть идеи, то, возможно, надо тоже помочь. Возможно, у него сложности с тем, чтобы регулировать себя. Часто бывает, что у ребенка есть какие-то идеи, но он не может их выразить. Представьте себе, что вы где-нибудь за границей, и вы не можете поделиться тем, что вы думаете, с кем-то еще. это может быть довольно печальный опыт, и это также может негативно повлиять на саморегулирование ребенка. И в целом, если у ребенка проблемы с тем, чтобы взаимодействовать и играть с другими детьми, то это также признак дирегуляции. Поднимите руку те из вас, кто работал с детьми, которые демонстрировали такие признаки, у которых были сложности с этим. То есть нам всем нужно работать над саморегуляцией. Как только вы определите, что у ребенка возможно стресс, возможно у ребенка дирегуляция, то нужно определить факторы стресса, что именно в среде ребенка, что именно в его биологии влияет на него и почему он не может регулировать себя в определенный момент. Итак, один из инструментов, который я использую, абстрактные области. Очень многие научные деятели часто говорят об этом. Итак, речь идет о социальных стрессах. То есть это своего рода навигация ребенка в социально окружающей среде. Как ребенку начать с кем-то играть. Ребенок часто задается вопросом, как мне поговорить со взрослыми, со сверстниками. То есть для него социальное взаимодействие это очень сложная область и требует от него очень много усилий и энергии. и если у вас сложности с этим, то это фактор стресса. Потом нужно учитывать биологические стрессы. Например, вчера Вирджиния очень много говорила о различных биологических стрессах. Например, сложности с сенсорной обработкой. Они крайне важны с точки зрения биологических стрессов. Даже самые простые вещи, например, голод или недостаток сна, или если ребенок болеет, даже мы это чувствуем. Например, если я не поела, то у меня плохое настроение. В Северной Америке у нас даже есть совмещение слов голодный и злой. И так все очень просто. если ваш ребенок приходит на сессию и до этого у него даже не было завтрака, то он может по-другому взаимодействовать в рамках терапии. Поэтому необходимо учитывать все эти различные вопросы. Логопеды и воспитатели часто говорят о когнитивном стрессе. То есть к нам приходят дети, которым сложно коммуницировать. И наша задача помочь им с тем, чтобы простить им коммуникацию. Мы растягиваем их способности и помогаем им справляться с теми задачами, которые для них сложны. Но речь идет не только о том, чтобы найти верный баланс, делать того, что для них слишком просто. и в то же время, если для них какая-то задача слишком сложная, то мы рискуем тем, что это может привести к дерегуляции. Для них это будет слишком большая когнитивная задача, и они не смогут с ней справиться. Поэтому крайне важно подумать о уровне развития. То есть нужно найти тот точный уровень развития, который сейчас переживает ребенок. Это сама по себе задача довольно сложная, и для ребенка эта задача также будет стрессором. Итак, факторы стресса очевидны, некоторые из них трудноуловимы, а некоторые из них присущи ребенку в его жизни. Например, ребенок идет в школу, и он играет со сверстниками, и допустим, у него могут быть какие-то споры. Вы этого можете не увидеть, тогда возможно его сверстники будут играть без него, для него это может быть фактором стресса, это негативно повлияет и на ребенка, и на то, как он с вами взаимодействует, несмотря на то, что этот его спор со сверстниками мог быть несколько часов назад. Вирджини вчера говорила, что ребенку нужно очень много времени, чтобы восстановиться после стресса. Это также очень важная часть саморегуляции. И часто детям очень сложно восстанавливаться в одиночку, и нужно учитывать все эти факторы, которые влияют на регулирование ребенка, регуляцию. Можно подумать об этом как об айсберге, то есть мы видим какое-то поверхностное поведение, но важно копать глубже, чтобы понять, что же происходит, почему это происходит. Вирджиния вчера говорила, что нужно быть детективом в области поведения, и Стюарт и Шейкер говорили, что нужно быть еще детективом в области стресса, то есть определить причины стресса, которые влияют на поведение детей. Самое сложное это то, что для одних является фактором стресса, и то, как реагируют на стресс, это очень индивидуальный вопрос. Например, шум, который производится в этой аудитории, для кого-то это может быть очень большим фактором стресса, а кто-то даже не обращает на это внимания и думает, подумаешь. то есть очень важно не проецировать наш опыт и наше видение мира на ребенка, с которым вы работаете, потому что ваш опыт может очень сильно различаться. Также сложным является то, что стрессоры часто просто меняются, то есть что-то, что было для ребенка настоящим стрессом в один день, больше не является фактором стресса в любой другой день. Например, вы для себя заметили, обычно на ребенка в моем классе не влияет то, что свет слишком яркий, а в какой-нибудь другой день может быть ребенок не выспался или у него какие-то аллергии или возможно у ребенка были какие-то разногласия на тему того, что надеть или возможно другим маршрутом дошел до школы и все это факторы стресса, которые могут объединиться и тогда это своего рода целый набор и представьте себе, что это своего рода батарея, в которой просто заканчивается заряд и подумайте о том, что если у ребенка было слишком много факторов стресса за один день, то ребенок может быть настолько дирегулированным в один день, а на следующий день у него не будет такого большого количества стресса и тогда его не будет напрягать что-то еще. Итак, вернемся к зеленым квадратикам с предыдущего слайда. Необходимо постоянно пересматривать их, то есть нужно понимать, что среда все время меняется. Недостаточно сказать, подумайте о стрессе один раз во время каждой сессии. Придется постоянно об этом думать и постоянно оценивать, и постоянно взаимодействовать с реакцией ребенка на все. это статьи из журнала о нарушениях коммуникации. Здесь мы отметили некоторые примеры стрессоров, которые могут повлиять на детей. Я думаю, что я уже многие из них перечислила. Мы говорили о самых базовых вещах, таких как голод, усталость, болезнь, проблемы с сенсорной обработки, какие-то сильные эмоции. Кстати, когда мы говорим об эмоциях, нужно понимать, что речь идет не только о тех эмоциях, которые кажутся нам негативными. Мне не нравится называть их негативными, потому что все эмоции важны. Но есть такие эмоции, которые не кажутся нам хорошими, например, злость или грусть. Конечно, можно и об этом подумать, что, например, если я злая, то я дерегулированная. Но ведь может быть и хорошая эмоция. Представьте себе, что вы едете на ярмарку, и вам нравится, что вокруг столько сенсорных стимулов, и вы чувствуете веселье, вам нравится. Но потом, так как крайняя степень возбужденности может также отнять у вас очень много энергии. Например, представьте себе чей-то день рождения с детьми. Кажется, что детям все нравится, но для детей это также может быть чем-то дерегулирующим. Поэтому важно подумать о том, как именно самые разные эмоции могут повлиять на регулирование ребенка. Мы говорили о когнитивных стрессах. И это та область развития ребенка, в которой больше всего проводили исследования для того, чтобы выявить стрессоры на когнитивную систему ребенка. Например, слишком быстрая речь или слишком быстрое представление информации, вербальное представление может повлиять на взаимодействие с ребенком. Например, задания, которые связаны с запоминанием. Для ребенка может быть стрессом держать что-то в голове, особенно если вы просите его потом воспроизвести эту информацию. Также есть задачи из области математики. Эти задачи часто, и это подтверждено исследованиями, являются самыми стрессами для детей. Учителям мне часто говорят, что у них есть дети, которые учатся, и им очень сложно посещать занятия или вести себя правильно. Им не нравится быть в классной комнате. И когда я об этом подумала, мы копнули чуть глубже и поняли, что чаще всего это класс математики, уроки математики, поскольку там очень много сложных абстрактных концептов, над которыми работают дети, и также нужно очень много объяснений языковых, и это тоже нужно учитывать. Также есть социальные стрессы, даже чувство того, что вы не включены в какую-то группу для детей с нарушениями речи, для детей с аутизмом. Они часто чувствуют себя изолированными, и очень важно не думать, ребенок не хочет взаимодействовать. Очень часто дети хотят взаимодействовать, просто им очень сложно понять, как же играть с другими детьми, и для них это также стресс. То есть на этом слайде много других примеров. Часто стрессы многочисленные, то есть это целая комбинация стрессов, и стрессоры для каждого ребенка индивидуальные и различные. То есть то, что для вас не стресс, может быть стрессом для ребенка. Итак, как же выявить факторы стресса? Это своего рода исследование. Когда мы работаем с детьми, у которых проблемы с речью, часто они не могут даже поделиться тем, что такое стресс. у них нет рефлективной способности и возможности сказать, что такое стресс, даже когда они становятся взрослыми. Некоторые говорят, что эти дети часто сдержаны. Даже мы часто можем языком жестов как-то дать понять, что у нас стресс. И кто-то может это заметить, например, если я сжимаюсь и делаю шаг назад. И затем можно посмотреть на себя со стороны и подумать, что же стало причиной моего стресса. На самом деле это очень сложно для людей выявить факторы стресса и понять, что именно для них является чем-то тревожным. Но с чего же начать? Нужно начать взаимодействовать с ребенком и расспрашивать его. И говорить с другими профессионалами, специалистами. я часто взаимодействую с эрготерапевтами, с физиотерапевтами и расспрашиваю их о том, а что они делают во время сессии. Если у ребенка аутизм и проблемы с обработкой сенсорной информации, то часто помогает работа с эрготерапевтом. У них кладезь информации о том, что они наблюдали в течение сессии. Я сама не эрготерапевт, но тем не менее я могу применять некоторые из практик, которые используют они. Это помогает мне взаимодействовать с ребенком и помочь ребенку чувствовать себя более открытым в общении со мной. Работа с родителями. Как мы уже сказали, конечно, у родителей очень много информации о том, каким образом ребенок взаимодействует с ними, с окружающей средой на ежедневной основе. И если с ребенком можно говорить, если он обладает вербальными навыками, поговорите просто с ребенком о том, что он переживает. следующий момент это наблюдение. Мы можем наблюдать, и я всячески это поощряю, наблюдение за различными ситуациями. Дети по-разному реагируют на разные ситуации. Один на один, взаимодействие на площадке со сверстниками, взаимодействие в школе. И, например, когда я разговариваю с кем-то, кто делает наблюдение, ну, например, педагог ко мне подходит и говорит, что вот ребенок, у него проблемы с посещаемостью. Это действительно сложно, плюс у ребенка могут быть сложности с внимательностью на уроке. Если у ребенка есть сложности с внимательностью, с концентрацией, каким образом это выглядит физически, что ребенок делает, в какие моменты происходит это, и с каким ребенком это происходит, где это происходит, все вот эти вопросы, ответы на них дадут вам некую информацию, возможно, о том, что у ребенка есть некоторые предпочтения в отношении сенсорной информации, может быть, стоит поработать с арготерапевтом, и можно будет выявить некоторые шаблоны поведения во взаимодействии, что в следующем шаге поможет работать с ребенком в более широком контексте. также можно предположить, что еще происходило сегодня раньше утром или вчера, что происходило с ребенком, мыслите шире, вот один из примеров, скажем, инструментов, которые я лично люблю использовать, я этот слайд всегда использую в своих презентациях, это очень базовая такая диаграмма, извиняюсь, развития уровня возбуждения, что я делаю с ребенком, или что делает ребенок, когда он находится в состоянии спокойствия, вот видите, та колонка, которая выделена жирными линиями, мы наблюдаем за ребенком, и, например, за ребенком, с которым мы работаем над развитием языковых и речевых навыков, и этот ребенок может двигаться по этой шкале вправо, влево, что мы можем сделать, мы можем обеспечить некое гладкое прохождение по этой шкале, также мы можем наблюдать за тем, что в каких-то ситуациях ребенок больше сфокусирован или видно, что у него накал эмоций выше, что происходит, когда я вижу, что у ребенка начинает нарастать интенсивность эмоций, и я для себя отмечаю эти ситуации, общаюсь со своими коллегами и обмениваюсь этой информацией с теми людьми, кто лучше знает ребенка, для того, чтобы понять, что именно может происходить с ребенком в эти минуты. итак, давайте теперь поговорим о примерах и стратегиях. После того, как мы отметили, что ребенок переживает стресс, возможно, находится под воздействием стрессовых факторов, мы предполагаем, какие это могут быть стрессовые факторы, мы можем обратиться к стратегии совместного регулирования, для того, чтобы смягчить вот эти последствия переживаемого ребенком стресса и обратиться к префронтальной коре, но у ребенка естественно эти процессы происходят медленнее и чуть-чуть сложнее в процессе терапии тоже. В зависимости от того, что мы выявили или в зависимости от нашей гипотезы в отношении стрессовых факторов, нам необходимо обратиться к внешней среде, например, если мы заметили или предположили, что здесь у нас больше стресс связан с ментальной деятельностью и тревога растет, мы сейчас подключаем специалиста по ментальным функциям и мы, если видим, что у нас наблюдается нарушение другого характера, то мы обращаемся к эрготерапевту для того, чтобы обеспечить поддержку ребенка во время сессии. Первая стратегия, о которой я предлагаю поговорить, подумайте, что мы можем сделать, чтобы изменить окружающую среду. Уточнить, хотелось бы, что говорится на слайде, стратегия, говорится ли там окружающая среда. Окружающая среда, есть ли там такая формулировка. Мы работаем с окружающей средой и думаем о том, каким образом мы можем ее изменить и также изменить наш стиль взаимодействия. это две зоны, с которыми мы можем начать работать в присутствии этого ребенка. Например, подстроить скорость и шаг, темп взаимодействия. Было сделано некое исследование в отношении когнитивной нагрузки и энергии, которую мы затрачиваем и которую тратит ребенок, когда информация ему подается очень быстро. может быть, стоит уменьшить скорость подачи информации для ребенка. Это стратегия, к которой мы можем обращаться. Не обязательно мы думаем сейчас о регуляции, но это инструмент, который мы можем использовать для того, чтобы поспособствовать выравниванию регуляции со стороны ребенка. То есть, например, когда я работаю с маленькими детьми, которые, например, вербальными навыками еще не обладают, я не сокращаю темп речи, а я медленнее все делаю. То есть, например, мы играем и вместо того, чтобы к ребенку подходить или передавать предмет очень быстро, потому что ребенок не сможет отреагировать и обработать информацию или жест, но я делаю некоторые такие предупреждающие звуки или шажки поступательные и после этого ребенку передаю предмет это способствует регуляции, но и также с точки зрения дефектологии логопедии это задерживает фокус ребенка, внимание ребенка и эти маленькие инструменты очень важны для развития навыков коммуникации и речевого общения или мы можем использовать вот такие простые вещи для того, чтобы спровоцировать взаимность, то есть, например, вы подходите вот так вот к ребенку и ждете секунду и ребенок сделает движение вам навстречу это же тоже форма коммуникации я работала с маленьким ребенком ему, наверное, было годика полтора он сидел напротив меня и я подумала ладно, хорошо, постараюсь с ним поиграть и я начала сжимать его пяточки и он не особенно реагировал но ему вообще не нравилось то, что я делаю после этого я от него отошла подошла к нему зафиксировала свои пальцы руки и он обратил внимание на мои руки и глаза и мне сказал, что он не против того, чтобы я повторила свое действие то есть и после этого я снова сжала его пяточки и руки отвела и после этого он более интенсивно отреагировал он начал крутить головой чтобы увидеть снова мои руки и после этого мы в конце концов добились того, что он смотрел на меня на мое лицо и улыбался мне но эта коммуникация настолько тонко выстраивалась с самого начала то есть это было такое некое поступательное движение я фиксировала руки он фиксировал на них взгляд после этого у нас было некое взаимодействие то есть я что-то делала он что-то делал я делала он делал и получилось такое более функциональное общение чем просто твой ход мой ход в игре то есть я это не просто как кубики складываем то есть я сначала кладу потом он кладет я кладу он кладет очень важно со всем этим работать по мере того как ребенок взрослеет но это все некоторые основы кирпичики которые впоследствии развивают социальные навыки взаимодействия в коммуникации мы фиксируем внимание ребенок его удерживает более длительное время и по мере того как мы например фиксируем руки мы можем добавлять слова сжать или пяточки и дети начинают выстраивать также еще и связь со значением этих слов поэтому вот эта последовательность и взаимодействие я делаю ход ребенок делает ход очень важна для установки коммуникации есть еще ряд примеров которые я хотела бы привести у нас по-разному оборудованы учебные комнаты когда я работаю работаю как дефектолог как логопед моя рабочая зона выглядит так как на слайде показано справа то есть они больше похожи на класс эрготерапевта и мне кажется что в принципе это способствует взаимодействию с детьми дети скажем более охотно делятся мыслями или у них вообще появляются мысли мы смотрим на элементы на стенах я часто видела работая с детьми что вот все вот эти вот украшения которые мы вешаем на стену для того чтобы создать уют очень часто детское внимание просто отвлекают и я знаю что в очень многих классных комнатах есть такая традиция что-то вешать на стены но там дети например то что сделали в качестве совместного какого-то проекта по письму или по составлению каких-то поделок но иногда нужно чтобы атмосфера была скажем визуально спокойная для того чтобы дети могли некий перерыв иметь от восприятия визуального информации на стенах и мы работаем в таких комнатах где нет чрезмерной визуальной стимуляции для детей вот они примеры таких простых способов изменить среду для ребенка не нужно даже покупать какие-то нужные вещи новые вещи вон видите ребенок ползет под стол вы можете просто накрыть стол тканью простыней скатертью и мои коллеги логопеды говорили мне что они создают такое укромное место в комнате и когда с детьми особенно с теми с которыми тяжело работать наступают какие-то сложности в работе они очень тяжело например реагируют на социальные стимулы и когда они проходят через эти сложные фазы и они не в состоянии воспринимать информацию и терапевт не может например привлечь их внимание даже несмотря на то что держит предмет на уровне их глаз нам необходимо сократить стресс факторы и создать такую среду для ребенка где ему будет более благоприятно с нами взаимодействовать но конечно необходимо обсуждать это и с эрготерапевтами я вот для себя обнаружила что вот такие инструменты очень эффективны в работе с людьми с детьми у которых есть сложность фиксации себя в пространстве у меня есть видео маленького ребенка с которым мы работали и он постоянно отходил назад ему все время хотелось облокотиться на стену когда он с нами работал потом он отходил от стены и постоянно вот так вот в сторону склонялся ему было очень тяжело устоять ему необходимо было чувствовать опору стены за собой и он без этого не мог зафиксировать свой взгляд на нас он с нами как-то сложно сложности находил в общении некоторым детям необходимо чтобы у них была поддержка и тогда они могут обратиться взглядом к нашим лицам некоторые из коллег моих эрготерапевтов говорят что это просто дети с низким мышечным тонусом поэтому вот такие стульчики или подушки они очень удобны в работе с детьми с подобными особенностями еще один инструмент который мне кажется очень эффективным это работа с материалами мы сейчас тоже тестируем эту гипотезу я пишу докторскую диссертацию на эту тему что мы изучаем мы смотрим на то как дети взаимодействуют с символическими игрушками то есть какими-то очень маленькими предметами человечками или машинками и сравниваем то как люди как дети извиняюсь работают с более крупными предметами и тренируют свои крупную моторику то есть например с матрасами или с крутящимися стульями и мы видим что дети лучше взаимодействуют с маленькими фигурками лучше чем с большими моя гипотеза строится на том что ребенку гораздо сложнее сместить фокус взгляда то есть представьте что это маленький мячик ребенок смотрит на маленький мячик мы не находимся в его зрительном поле но если мяч гораздо больше то его визуальное поле как будто бы расширяется и тогда он смещает фокус его внимания на человека с которым он взаимодействует а не просто фиксирует его на вот этой маленькой вещи которая очень сужает угол зрения или угол восприятия это такие предварительные результаты исследования фиолетовым здесь отмечено результаты символических игр а зеленым отмечена работа с крупной моторикой и взаимодействие с различными предметами в игровой среде ко мне ближе результаты это замеры того как ребенок не взаимодействует с родителем не взаимодействует со взрослым мы во время символических игр которые отмечены фиолетовым мы видим что дети гораздо менее задействованные гораздо менее задействованные в взаимодействии с родителем и длится это не взаимодействие в более длительном промежутке времени в то время если смотреть как в центр шкалы то здесь эти колонки отражают взаимодействие ребенка с родителями дети смотрят на родителей и мы видим что здесь взаимодействие гораздо более высокое чем при работе с крупной моторикой справа мы видим совмещенное внимание то есть координированное совмещенное внимание то есть например ребенок обратил внимание на что-то что упало на пол и потом обратился к маме глазами и показывая мама посмотри что-то упало то есть он создает вот этот треугольник внимания что-то упало мама и привлечение внимания мамы и это взаимодействие похоже более результативным себя показывает чем работа на развитие крупной моторики то есть мы создаем ситуацию совместного внимания треугольник внимания который в целом гораздо сложнее развить детям с диагнозом аутизм хотите посмотреть видео тогда нам родители мне дали разрешение показывать видео но мы просим вас не снимать это видео мы можем его использовать только в этой классной аудитории с разрешения родителей у этого ребенка диагностирован аутизм и вы обратите внимание на предметы в комнате у нас есть качели что мы делали мы к ним прикрепили такой как будто тент то есть не некую сделали такую закрытую атмосферу то есть ребенок может прятать и этот ребенок действительно очень хочет взаимодействовать с другими людьми но он постоянно переживает очень высокую очень сильную реакцию на внешние социальные стресс факторы ему тяжело различать вот такие вот превалирующие эмоции он играет в крокодильщика и он просит играть в эту игру но потом начинает бояться этого крокодила то есть он постоянно подходит ближе отходит подходит ближе отходит потому что в момент взаимодействия его действительно перекрывают эмоции и мы показываем помогаем ребенку проработать эти эмоции и растянуть их во времени чтобы он мог с нами взаимодействовать давай попробуем хочешь поиграть или посмотреть я боюсь смотреть я боюсь играть с этой игрушкой а хочешь послушать эту игрушку да а как играть в эту игру мы нажимаем на зубки крокодила но это не страшно итак один два три ой это так здорово ты не можешь его видеть да я попробую первым я нажму на зуб ой крокодил меня не укусил а можно я тоже попробую нажать я не могу я могу это я не могу я не могу Продолжение следует... 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 У меня еще одно видео. Это совсем другой ребенок. Вы заметите, что мы поддерживали его в плане позы, помогали ему с предсказуемостью, меняли скорость нашего взаимодействия, чтобы задействовать его внимание в течение долгого времени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И она спрашивает Каково соотношение между попыткой установить связь и попыткой лечить Как часто мы пытаемся лечить, исправлять ребенка и направляем его к чему-то и как же много внимания мы уделяем тому, чтобы просто быть в связи с ним, реагировать на идеи ребенка вторить этим идеям. Мы часто говорим об этом на наших сессиях для нас это тоже своего рода лакмусовая бумажка нам нужно искать баланс между тем на что мы тратим время на то, чтобы установить связь с ребенком, ведь это предсказуемая часть и ступенька лестницы коммуникации нужно понимать, сколько времени мы тратим на это конечно, мы и лечим, и направляем ребенка, так же для безопасности нужно сделать все возможное чтобы ребенок не убежал на улицу, например или не нападал на своих одноклассников иногда действительно это очень важно но нужно, чтобы мы соблюдали баланс и так же много времени уделяли соединению с ребенком и так еще одно видео вы заметите на видео, что делает маленькая девочка она играет собакой это утка и девочка играет с этой уткой но я пыталась настроиться на ее эмоции и понять, что именно интересует ребенка в уточке в данном случае там была вода и девочке нравился именно сенсорный опыт и взаимодействие с водой я попыталась воспользоваться этим чтобы создать такое взаимодействие назад и вперед и чтобы она больше внимания уделяла, могла удержать свое внимание в течение долгого времени и Продолжение следует... 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 дирды, развития, мы можем использовать визуальные стимулы для того, чтобы помочь ребенку осознавать внешнюю среду. Это не только какие-то картинки, это жесты, это ваши эмоции на лице. То есть, например, ребенок падает, вы ему отзеркаливаете эту эмоцию с помощью грустной эмоции на вашем лице. И таким образом мы создаем взаимодействие. То есть, необходимо реагировать внутри контекста, внутри окружающей среды. Правильная ли это окружающая среда для ребенка? Будет ли она эффективна для работы? То есть, мы часто видим учебные классы, в которых много всего висит на стенах, много разных творческих элементов, но они могут также отвлекать ребенка от концентрации. Поэтому иногда нам необходимо создать визуально спокойное пространство, которое не перегружает когнитивное восприятие ребенка и уменьшает когнитивную нагрузку. Также необходимо учитывать и длительность наших предложений, когда мы говорим с ребенком. То есть, не делать их слишком сложными, делать их легкими к восприятию и пониманию ребенка. Необходимо добавлять элементы предсказуемости. Необходимо, например, детям с диагнозом аутизм предлагать различные шаблоны предсказуемости, которые им помогут обучаться и воспринимать этот дивный новый мир, который они изучают. Как мы можем добавить элементы предсказуемости в наши занятия? При этом мы не хотим быть все время излишне предсказуемыми, потому что мы также знаем, что... Ну, я думаю, что есть такое общее, не совсем корректное восприятие, что дети с аутизмом или с расстройствами аутистического спектра не любят все новое. Но я не думаю, что это так. Весь здесь задача заключается в том, как мы представляем эти новые элементы. То есть мы показываем, в принципе, то же самое, только с другого угла. Мы добавляем какие-то элементы. Например, когда мы играем какое-то произведение, мы основную конву сохраняем, но добавляем какие-то элементы. Таким образом мы реорганизуем среду и не добавляем слишком много нового, так, чтобы у ребенка не было дисрегуляции. Например, мы можем играть, проигрывать какую-то музыку и при этом комментировать и более тихим голосом говорить или менять вообще громкость. То есть какой-то один элемент менять. Дети, например, могут пойти другим маршрутом в спортзал. И мы можем, например, предложить им идти по-другому. То есть мы, например, не просто идем шагом, а маршируем. Какие-то маленькие элементы мы добавляем. Вот эта вот игра, про которую я вам говорила, которую я делала с одним из своих пациентов. Я добавляла маленькую паузу или аккуратно к нему подходила. То есть такие маленькие добавления, которые могут стимулировать взаимодействие стороны ребенка. Да, я знаю, я уже на целую минуту перебрала регламент. Можно еще одну минутку? И еще один момент, о котором хотелось бы поговорить. Нам необходимо также принимать во внимание свою собственную регуляцию. Например, я прошу вас выступать в качестве соорегуляторов для ребенка. Но прежде чем эту роль выполнять, нам необходимо самих себя отрегулировать. То есть это же сложно очень. Мы постоянно обрабатываем эту когнитивную нагрузку, этот когнитивный объем информации. И это все очень тяжелый и сложный объем у нас. И так чашка нашего внимания или концентрации заполнена. Когда маленьких людей переполняют большие эмоции, наша задача делиться с ними своим сопокойствием, а не становиться частью этого хаоса. Я думаю, что это вот цитат наилучшим образом отражает именно нашу с вами роль в работе с детьми. Поэтому, когда мы говорим про эмоции, эмоции заразительные. Нам очень просто, например, мы видим, как у ребенка повышается накал эмоций, и нам очень легко подцепить этот накал, это наращивание накала, нам необходимо сохранять спокойствие. И ребенка вытаскивать из состояния обострившихся эмоций в состояние спокойствия. Мы неким якорем выступаем здесь, в этом взаимодействии. Мы не присоединяемся к их эмоциональному хаосу, мы поддерживаем их спокойствие. Просто запомните, что наша работа, конечно, это процесс. Мы входим в работу, есть некая вариативность в том, что работает, когда работает, и для кого. Это эффективно. Мы постоянно проходим по этому кругу, и все время оцениваем, что меняется, что нужно подстраиваться. Мы поговорили только об этой части таблички. Еще есть вот эти две части, и если вы захотите с ней ознакомиться, то вы, наверное, можете это с сайта университета скачать. Если захотите запросить у меня напрямую, я вам пришлю эту табличку без того, чтобы взять с вас оплату за целый выпуск журнала, который стоит 35 долларов, между прочим. Вот таким образом выглядят источники и ссылка на сайт. Четыре минуты всего лишь я перебрала от регламента. Во-первых, позвольте выразить искренне и глубокое... Раз, раз. Слышно нормально, да? Все хорошо, да? Аманда, все в порядке? Да, слышно? Во-первых, я хотел бы выразить искреннее и глубокое восхищение способом подачи материала. Это просто удивительно. И вот сочетание теоретической научной компетентности с практическими навыками действительно восхищает. И то, как вы это умеете соединять в докладе, и насколько экспрессивно, эмоционально вовлеченно вы это даете. Действительно, вот реакция была в конце, это были улыбки, это были аплодисменты и горящие глаза. Это очень здорово. И вместе с тем, я хотел бы задать один вопрос. И чем больше я восхищен тем, что сегодня увидел в вашем исполнении, тем труднее будет этот вопрос. А вопрос следующий. Вот хорошо знакома ситуация, например, в песочнице. Для детей, ну, примерно двух лет, если сравнивать с нормативами, да, развития, норматипичным развитием. Один ребенок, видимо, постарше строит кулички. Есть дети всегда поменьше, и которые еще не научились себя регулировать, которые норовят подбежать и непременно сломать этот куличик. С учетом того, что наши действия в данный момент должны быть направлены не только на обучение регуляции ребенка, который не может себя регулировать, но и на уважение по отношению к другому ребенку, который, собственно говоря, строит этот куличик. Вот ваши конкретные профессиональные действия в такой ситуации. Какие? Уточню немножечко, ваш вопрос. То есть вы имеете в виду, каким образом мы можем помочь ребенку обеспечить саморегуляцию и при этом научить их уважать окружающую среду или детей в окружающей среде. Правильно я понимаю? Ну, в том, что я сегодня говорила, мы говорили о стратегии совместной регуляции, сурегуляции для того, чтобы сократить уровень стресса. Например, если ребенок ломает чей-то песочный замок, потому что они, например, очень перевозбуждены или очень сильно стрессуют, и вот этот вот стресс, он настолько захватывает работу префронтальной коры, что они не могут себя саморегулировать. В этот момент ребенок не думает, что он делает и какие последствия это может иметь. Наша первая задача это снизить уровень эскаляции, то есть выключить этот вот тревожный сигнал, вот эту сигнализацию, которая там трезвонит в мозгу, как у нас, когда в здании звучит сигнализация, мы больше ничего не видим и не слышим, мы следуем по пути эвакуации. То есть нам прежде всего необходимо работать в, вот когда мы говорим о таблице, в зонах тех, которые обозначены фиолетовым и голубым. То есть ребенок настолько стрессует, что он не понимает, что он делает в моменте. Нам необходимо сначала снизить его накал эмоций, сказать, давай сейчас немножечко прервемся, я понимаю, что ты злишься или, ну, обратиться к той эмоции, которую он переживает, ее снизить, ее накал. Мы можем это сделать, нам необходимо выключить прежде всего этот тревожный сигнал, эту сигнализацию у него в голове и нам необходимо ребенку помочь. После этого социальные последствия, которые он повлек, сломав чей-то замок. То есть сначала мы говорим о уровне работе на уровне Д в нашей парадигме ДИР, то есть уровне развития. То есть ребенок, когда он сильно стрессует, он не в состоянии логично осознать, что я сейчас вообще-то задел чувства своего друга. Нет, сначала необходимо снизить уровень его стресса для того, чтобы мы могли это сделать. Нам необходимо сначала вот этот накал эмоций снизить, а уже потом поговорить о том, какие-то последствия влечет. Я понимаю, что в итоге, достигая цели в работе с этим ребенком, мы все-таки стараемся сохранить баланс и уважение по отношению к интересам другого ребенка. И все-таки, работая с ним, мы не позволяем делать вот это деструктивное действие, которое, так сказать, расстраивает другого ребенка. То есть стратегия такого баланса между работой с одним и сохранением интересов другого. Так или нет? Да, конечно, это как раз со-регуляция, то есть маленькие дети, им сложно саморегулироваться, даже несмотря на то, что мы используем этот термин саморегуляция, мы, как взрослые, должны им помогать выключить этот сигнал тревоги, выключить сигнализацию в их голове и обратиться к саморегуляции. И после этого мы можем научить их уважению к окружающей среде. Я... Спасибо большое, Аманда. Я знаю, что мы все хотим прерваться, но мне бы хотелось еще две минутки поговорить о возможностях развития, способностей развития. То есть Аманда говорила о том, насколько важен навык саморегуляции для нашей вот первой буквы в нашей парадигме ДИР. Мы сейчас не говорим даже про возраст, мы говорим о том, когда мы начинаем развивать эти способности. Мы их начинаем развивать с самого рождения, но они естественно развиваются по мере того, как мы взрослеем. И Аманда об этом говорила. Она говорила о том, как мы реагируем, как маленькие дети, как реагируют подростки, как реагируют взрослые. То есть мы наращиваем способность к саморегуляции по мере того, как мы взрослеем. И развитие, оно не относится к какому-то возрасту. Мы развиваемся по мере того, как мы растем и в соответствии с нашей шкалой развития. Если мы хотим достичь тех результатов, которые мы ставим для себя в рамках нашей программы, мы начинаем развиваться с самого низа, так сказать, или с самого начального этапа. И результаты, они имеют значение. И они не только касаются индивидуальных навыков, а это именно касается того, чтобы ребенок или индивид получал понимание о более широком контексте, внешней среде. Например, некоторые дети имеют сложности с концентрацией внимания. И я это очень часто слышу от клинических психологов и от преподавателей. У детей сложность с концентрацией внимания. Если у ребенка нет способности к саморегуляции, к тому, чтобы соотнести себя с внешней средой, у них и внимания не будет. И мы это видим как проблему с одной стороны, но когда мы говорим о развитии способности, мы должны понять, какие способности нам необходимо здесь развить. То есть, когда мы говорим об уважении, о том, что не нужно ломать вот эти песочные замки или другие какие-то поделки другого ребенка, в этом отношении, когда мы говорим о развитии навыков, нам необходимо говорить о развитии самоощущения и того, как мы воспринимаем социальную среду и взаимодействуем с ней. Это некий фундамент нашей способности уважать другого и учитывать, что есть не только наше восприятие мира. Мы воспринимаем мир не только с точки зрения своего восприятия, а есть еще и другие люди. И если мы это сможем понять, то тогда мы сможем ребенку предложить модели вот этого социального взаимодействия, социального решения проблем, социальных сложностей. И здесь это уже больше вопрос управления поведением или поведенческих навыков. То есть, мы ребенка обучаем не тому, что ему следует делать, а мы развиваем навыки в формате его способностей. Нам необходимо развить навыки, развить способности, скажем, не сверху назидать, учить их, что им стоит делать, что они должны делать, а нам необходимо определить эмоцию и ее идентифицировать. Как говорила Аманда в своей презентации, мы говорим о способности идентифицировать эмоции, говорить об эмоциях. Когда мы говорим о способности номер пять, то есть, мы используем Мы используем группу на рожку, мы используем символы. Очень важно иметь способность думать об эмоциях в абстрактной перспективе. То есть не только то, что мы физически переживаем, а наш эмоциональный опыт, о котором мы также можем думать, нам необходимо выводить их на более абстрактный уровень. Потому что если мы не сможем этого достичь, мы не сможем решать проблему, мы не достигнем нашей способности номер 6, где мы соединяем наши мысли логическим образом и выстраиваем логическую взаимосвязь. Как Аманда говорила, что у детей, например, с обучением математики возникают сложности. То есть нам необходимо эмоции и мысли поднимать на уровень логического мышления, на уровень абстрактного мышления, на то, чтобы мы могли мыслить на уровне нашей способности номер 6, развития логических навыков. То есть математика, она требует абстрактного мышления, иначе вы не сможете никогда мыслить вот этими вот цифрами, числами, обозначениями, потому что вы не развили навык абстрактного мышления. Все это основывается на том, чтобы развивать способности с самого начала, снизу вверх. Мы говорим о развивающих способностях. Мы о них сейчас вкратце поговорили, но мы не говорили о них глубоко. Я знаю, что мы завтра о них будем говорить, но мы постоянно должны думать о том, каких результатов мы хотим добиться при работе с детьми. Мы не должны их учить тому, что им следует делать. Мы должны помогать им развить такие навыки, которые могут помочь им достичь тех результатов, которых мы от них ждем. И тогда мы достигнем невероятных результатов. Тогда сейчас я предлагаю нам прерваться на 15 минут, и после этого вернемся к продолжению нашей сессии. Спасибо. Спасибо. Я сказал, что самое главное на конференциях, формат никогда себя не изживет. Потому что самое главное на конференциях это не семинары и мастер-классы и лекции, которые проводятся по расписанию, а межличностная коммуникация в кулуарно во время кофе-брейков. На самом деле, конечно, в каждой шутке есть доля шутки, но проходя по коридору и понимая, как содержательно коммуницируют наши коллеги, я хорошо, в общем, разделяю это мнение. Я всех приглашаю занимать свои места, потому что вместо обозначенных 15 минут прошло 19. Я прошу уже тех, кто заходит, тихо, спокойно рассаживаться без лишнего шума. И давайте себя отрегулируем традиционным способом. Пять, четыре, три, два, один. Поехали. Я рад представить вам следующих спикеров, экспертов, наших российских экспертов. Вы видите, программа интересная. Наши англоязычные спикеры перемежаются с русскоязычными. И как раз те люди, о которых я вчера говорил, которые закинули идею о такой конференции. Я с большим удовольствием представляю вам Татьяну Бедник и Анну Азирову. И передаю вам слово. Спасибо большое. Ох, коллеги, если бы вы знали, как трудно выступать после Аманды Бинс. Но мы будем стараться. Итак, тема нашего доклада – это работа на высших ступенях. Вчера вы прослушали доклад о том, как надо работать на базовых ступенях, о том, как надо следовать за ребенком. Сегодня же мы с вами будем говорить о том, как надо работать на высших ступенях развития. Мы рассмотрим, какие там трудности могут быть, какие стратегии помощи мы можем оказать детям. Покажем вам тоже примеры своей работы. Но прежде чем перейти к рассмотрению высших ступеней, я прошу обратить ваше внимание на эту лестницу развития. Мне кажется, она очень хорошо иллюстрирует подход Dear Floor Time. Что мы здесь видим? Что каждая последующая ступенька опирается на предыдущую. И нет такого, что вот одна ступенечка закончилась, началась другая. Да, мы видим, что каждая ступенька, она на протяжении всего возрастного развития людей очень важна. И об этом мы уже неоднократно говорили на сегодняшних, да, и сегодня, и вчера на конференции. Вот. И для нас это вот что означает? Что мы работаем на всех ступеньках одновременно. Да, то есть вот, например, деточки с рас часто бывают достаточно хорошо интеллектуально развиты. Но у них западает, там, допустим, вторая, третья ступень, первая. И тогда для нас это говорит о чем? Что мы не сможем, да, вот как-то полноценно выстроить развитие, если у нас будет западать база. Поэтому всегда мы работаем одновременно на всех ступеньках, которые доступны ребенку на данный момент. Красной рамочкой выделены основные шесть ступеней, которые, по мнению Гринспена, должен пройти каждый человек в своем развитии. Ну, давайте вспомним, с чего начинается развитие ребенка. После того, как ребенок провел в темноте 9 месяцев, он появляется на свет, да, на него обрушивается много всякой информации. И свет, и звуки, и прикосновения, и силы тяжести, все на него действует. Вся эта информация для него кажется очень интересной и стимулирующей его развитие. И задача ребенка научиться оставаться спокойным, быть внимательным к тому, что происходит, и оставаться спокойным. Это основа обучения, да. Поэтому мы говорим о том, что первая базовая ступень, которая формируется, это интерес к окружающему миру и саморегуляция. Дальше, наряду с интересом к окружающему миру, у ребенка приходит интерес к человеческим отношениям. Да, происходит формирование особого интереса, привязанности к человеку, который ухаживает за ребенком. Да, и ребенок, да, теперь уже выделяет отношения с этим близким человеком, как главный аспект этого мира. Это вторая ступенька развития, да, о которой мы говорим, да, контакт и общение. Тут уже у ребенка формируется достаточно прочное взаимодействие со взрослым, но еще нет намеренности. Когда ребенок привязывается к взрослому, в какой-то момент он начинает понимать, что, ага, оказывается, он может как-то влиять на этого взрослого. Он улыбнулся, мама улыбнулась в ответ. Он протянул ручки папе, папа взял его на ручки. Да, то есть ребенок выражает чувство или намерение, а взрослый откликается на него. И это начало диалога, да, начало таких вот уже намеренных взаимоотношений. Что тут важно? Что когда мы говорим диалог, мы не имеем в виду, да, вот эту вот очередность общения. Скорее мы говорим о том, что мы уважаем потребности ребенка, да, проявляя вот это уважение к его потребностям, к его интересам, к его чувствам. Да, ребенок еще больше старается быть заинтересованным, проявлять это все. Да, это вот наша третья ступенька, да, преднамеренного общения. Да, здесь уже дети освоили двустороннюю коммуникацию. Что же происходит дальше? Освоив эту двустороннюю коммуникацию, дети теперь используют ее для решения социальных проблем. Да, то есть ребенок способен уже осуществить последовательность из трех-четырех шагов для осуществления своей какой-то цели. Да, вот. И позднее вот эта способность последовательно делать шаги для, да, достижения какой-то своей цели, как раз и приведет его к способности складывать слова в предложение, к логическому мышлению, к математическим способностям. То есть это вот, да, уже вот такая важная-важная база для формирования логического мышления. И если на третьей ступени ребенок может поддерживать порядка 10-20 коммуникативных циклов, то на четвертой ступени ребенок может уже удерживаться более чем 50 коммуникативных циклов подряд на одну и ту же тему. И мы уже здесь говорим о непрерывном взаимном общении. Что помогает ребенку поддерживать вот этот вот непрерывный поток взаимодействия? Да, то есть это, конечно, обмен эмоциональными сигналами. Да, вот этот вот быстрый темп, да, и долго удержание в общении осуществляется за счет невербальных сигналов, которые посылают друг другу ребенок и взрослый, они считываются, интерпретируются, и это помогает устанавливать общение достаточно в быстром темпе. То есть, да, вот это вот очень важный момент. И находясь вот в таком непрерывном общении, ребенок еще больше заинтересован проявлять инициативу, да, чтобы добиваться своих целей. Овладение этим уровнем является ключевым моментом к развитию социальных эмоциональных способностей. Смотрите, вот что происходит за счет обмена этими эмоциональными сигналами. Ребенок научается понимать чувства, ощущения, которые он еще даже не знает, как назвать. Ну вот, например, да, ребенок по тому тону, как мама с ним разговаривает, по ласковым прикосновениям, по каким-то улыбкам, да, нежностям, он начинает ощущать в теле вот эту вот способность любить. Ну что такое любить, такого слова у него еще нет в арсенале. Дальше, наблюдая закономерности в физическом мире и видя, да, вот эту связь между предметами, ну, например, там, нажал на кнопочку, да, какой-то громкий звук раздался, ребенок переносит вот эту способность на закономерности выражения эмоций людей. Да, то есть ребенок уже научается отличать эмоции те, такие эмоции, которые указывают на безопасность, комфорт, или наоборот, которые несут какую-то тревогу, беспокойство. Да, ребенок уже различает одобрение, неодобрение, отказ, согласие, вот. И научившись этому, ребенок начинает использовать эти умения для того, чтобы по-разному выстраивать свои отношения с людьми, да, то есть они начинают по-разному реагировать. И вот, понимаете, вот эта вот способность считывать сигналы эмоциональные людей еще до того, как были произнесены слова, и является основой вообще нашей социальной жизни, да, то есть вся наша социальная жизнь, социальное взаимодействие как раз на этом и построено. Ну, вот узнавая, да, о том, как люди испытывают разные чувства, да, ребенок начинает узнавать больше и про свои переживания. И чем, да, лучше ребенок будет понимать свои ощущения, да, тем он будет лучше и понимать других людей. Вот такая вот взаимосвязь тут формируется. Это очень тоже важное умение, которое будет гарантировать, да, умение взаимодействовать со сверстниками в будущем, да, с другими людьми, ну и вообще жизнь в социуме. Что еще нам дает такой быстрый обмен эмоциональными сигналами? Ребенок научается регулировать свое поведение и настроение. Ну, мы знаем, что если уж ребенок расстроился, то это будет все, печаль вселенского масштаба, да. Но вот за счет такого обмена сигналами эмоциональными ребенок может, да, не допустить того, чтобы вот, да, произошел вот этот вот интенсивный всплеск эмоций. Он их может погасить на раннем каком-то этапе, да. То есть вот именно за счет того, что вот он, да, знаете, как деточки что-то сделают и смотрят на маму, как мама среагирует. Если мама поддерживающим взглядом, да, как-то вот его одобряет, ну, все нормально, жизнь продолжается. То есть ребенок уже не позволяет себе, в этом у него и нет необходимости, устраивать какой-то сильный-сильный скандал. Да, также на этой ступенечке формируется чувство реальности, вот именно за счет того, что ребенок очень много уделяет внимания реальному миру и взаимодействует с ним, да, вот в этом вот непрерывном потоке. То есть он постоянно считывает какую-то информацию, которая происходит. Ну, здесь тоже можно, да, разные примеры приводить. Там ребенок хочет гулять, вот он хочет и гулять сию минуту. А на улице идет дождь, да, то есть вот мама может ему сказать, объяснить, что вот идет дождь. Ага, значит, во время дождя все-таки гулять нежелательно, мы будем заниматься чем-то другим, мы будем рисовать или смотреть мультики. Вот, для того, чтобы вот эту вот способность сделать 3-4 шага, да, ребенок должен обладать чем? Ну, прежде всего, он должен хорошо понимать свои потребности, да, то есть он четко должен осознавать вообще, чего он хочет. И более того, он должен еще и понимать варианты решения, как вообще делать, да, куда пойти, что взять, куда залезть, как привлечь внимание, да, маму там пахныкать, покричать, или можно просто ее отвести за руку. То есть ребенок уже должен иметь некий арсенал умений, да, что он должен делать. Вот, и когда мы говорим о социальных проблемах, да, мы не всегда имеем в виду прям вот такие проблемы-проблемы, да, ребенок, например, может вполне себе заставить маму поиграть с ним в ку-ку своими сигналами эмоциональными, да, он может сделать какие-то шаги, что-то предпринять, и мама будет с радостью с ним играть. И вот по мере того, как дети переходят вот к этим сложным обменам сигналами, такие обмены становятся частью их самоидентификации. Ребенок уже выражает не одно или две эмоции, да, ради ответной реакции родителей, а много разных чувств и желаний. И в результате он постигает свои собственные чувства и желания, реакции родителей, ответные реакции, да, в итоге складывается некая картинка, да, вот, которая и формирует понятие я, не я или ты, да, то есть вот это как раз вот формирование раннего самосознания на этой ступенечке. Так, ну вот стратегии, Галина, вы, наверное, будете рассказывать про эти все стратегии, да, поэтому я не буду сейчас подробно об этом говорить, вот, но у нас будут видеопримеры работы, где мы можем, да, обсудить, что мы там делаем. Так, хорошо, что у нас происходит дальше? Хорошо, то есть наша задача, да, и задача родителей, это научить ребенка оставаться вот как можно дольше в этом взаимодействии, да, мы можем удлинять эти цепочки, ну, не обязательно в игре, да, мы можем это делать в каких-то рутинных ситуациях, да, вместо того, чтобы там спросить ребенка, а ты зубы сегодня чистил, да, мы можем спросить, а вот этот зубик ты почистил, а вот этот, указывая на другой зуб, он чистый, а нос ты сегодня чистил этой щеткой, да, то есть мы все время ребенка своими вопросами удерживаем вот в этом вот потоке взаимодействия, то же самое там ребенок просит пить, да, что ты будешь пить, воду, а какую воду теплую, холодную, сколько ты хочешь, много, мало, а в какую чашку тебе налить, да, то есть абсолютно из любых бытовых ситуаций мы можем сделать, да, вот этот вот длинный, непрерывный поток взаимодействия. Пятая ступенька. На этой ступеньке дети играют, да, то есть появляется символическая игра, и что очень важно, да, здесь происходит формирование, использование идей символов. Почему мы говорим, что это так важно, да, но вот если так задуматься, вот любые наши творческие решения, изобретательность, любые решения, задач, это все по сути и есть формирование идей. И то, какие идеи мы формируем, да, как мы их высказываем, как мы их реализуем, собственно говоря, и делает нас уникальными, каждого по-своему. Поэтому мы говорим о том, что это очень важно, да, научить детей формировать эти идеи. Вот, детям нужны идеи не только теперь для того, чтобы удовлетворять свои потребности, как было, да, на предыдущем этапе, когда ребенок решал свою социальную задачу. Теперь это нужно для того, чтобы просто пообщаться, и чтобы быть, находиться вот в этом взаимодействии. И чем лучшее отношение у ребенка со взрослым, чем они эмоциональнее, насыщеннее, да, тем ребенок будет с большим энтузиазмом придумывать что-то новое. Поэтому это очень важно всегда поддерживать любые идеи ребенка, да, независимо от того, какое к ним отношение у нас. Вот, ну, понятно, игра, да, как мы все знаем, сначала начинается с того, что дети проигрывают хорошо знакомые сюжеты, то, что они видят в своей жизни, то, что они знают, там, из сказок, из мультфильмов, да, и вот эта вот простая игра сюжетная всегда начинается сначала с простой имитацией. Ребенок имитирует, а потом уже создает какие-то новые идеи. Потом у ребенка возникают идеи, он их начинает облекать в слова, добавляет туда действия, эмоции, и вот у нас уже сформировалась сюжетная игра. Играем, да, ребенок может посмотреть на реальность с разных сторон, он может выдвигать разные гипотезы того, что произошло, может отыгрывать то, что было в реальной жизни, проигрывать разные способы, да, как можно выходить из разных ситуациях. Также он может себя попробовать в роли такой, которая ему в реальности, может быть, никогда и не будет присуще, там, например, быть грабителем, бандитом, да, сидеть в тюрьме, вот, в то же время он может быть и каким-то супергероем, да, то есть ребенку совсем не обязательно пойди попить, там, побить брата, да, чтобы узнать, что за это будут какие-то последствия от мамы. Ребенок прекрасно это все может проиграть в игре и уже будет понимать, что это не есть хорошо, что драться это как-то проблемно. Вот. Так, хорошо. Ну, опять же, тогда, то есть, что тут еще важно отметить, что вот освоение вот этой пятой ступени важно для ребенка любого возраста, да, то есть, просто наша задача в зависимости от интересов ребенка на каждом возрастном этапе подобрать соответствующую игру и о чем мы еще с вами поговорим сегодня. Хорошо, тогда я вот все это... Давайте я вам сейчас чуть-чуть замедлюсь. Вернула. И, наконец, шестая ступенька – это построение логических мостов и связь между отдельными идеями, да, по сути, это формирование эмоционального и логического мышления. Что это дает нам? Что это дает любому человеку? Это как раз и есть тот ключ к пониманию себя, пониманию других, пониманию того, что происходит в этом мире. То есть, это вот такие вот основные наши умения, которые необходимы абсолютно для любого человека. Что тут происходит на этом, да, этапе? Теперь ребенок, он не просто говорит, что я там хочу что-то или мне надо то-то, да, он вполне себе может аргументировать, почему ему нужна именно эта машинка, почему ему надо купить именно вот эту там игрушку, да, то есть он уже не просто так, да, вот заявляет о том, что ему хочется, он вполне себе может объяснить, что происходит. Да, таким, ну, как бы признаком, да, что ребенок находится на этой стадии развития, это как раз много-много вопросов, как мы говорим, возраст почемучки, да, ребенок, вот все ему важно знать, то есть вот эти вопросы, почему он как раз, да, и задает, чтобы установить какие-то логические связи между идеями. Также на этом этапе происходит развитие чувства времени, да, ребенок начинает сопоставлять прошлое, настоящее, будущее, пространственные какие-то категории, то есть если ему говорят, что мама уехала в другой город, ребенок прекрасно понимает, что другой город это не то же самое, что в соседней комнате, да, то есть ребенок уже начинает понимать, что такое, да, в будущем, что было уже, это вот тоже очень важная вещь, то есть ребенок начинает делать какие-то выводы, да, если я сейчас ударю Ваню, то Ваня завтра тоже меня может ударить, да, то есть вот эти вот причинно-следственные связи, которые разворачиваются во времени. Понятно, что в игре разыгрывается все более широкий диапазон эмоциональных чувств, которые в реальности могут быть очень сильными и сложными, и, ну, и мы специалисты часто, да, тоже иногда можем игнорировать какие-то вещи, да, там, темы смерти, например, которые ребенок пытается отыграть в семье, в игре, но вот наша задача как раз научиться быть в любых чувствах, в любых, да, в состояниях, в любых играх, которые важны для ребенка, да, потому что это вот как раз понимание того, что происходит, понимание этих эмоциональных всех проявлений, и есть ключик, да, к пониманию своего внутреннего мира. И со временем ребенок научится понимать, что вот его, вот это вот внутреннее, да, мироощущение, мировосприятие, оно одно, да, но вот ту же самую реальность другой человек может видеть иначе, у него может быть другой этот мир, да, и отсюда уже идет принятие другой, и опять же это про социальное, да, такое вот научение, социальное взаимодействие и про эту важность. Вот, ну, собственно говоря, давайте я вам сейчас покажу слайды. Ну, за счет чего формируется, да, вот этот устойчивый взгляд на себя и окружающих. Ребенок в похожих ситуациях получает какие-то похожие реакции, да, от взрослых, и таким образом формируется как раз вот этот вот устойчивый взгляд. Ну, я два слова буквально скажу. Ну, ладно. В условиях цепнота. Пару. Готовы? Можем двигаться дальше. Отлично. Пару слов скажу о еще более высоких ступенях, которые дети достигают уже достаточно поздно, и в подростковом возрасте, и выше. Ага. Вот. Седьмая ступень. Это многопричинное треугольное мышление. Ребенок переходит от простого логического мышления к осознанности, множественности причин. То есть ребенок, с одной стороны, может посмотреть на ситуацию с трех разных позиций, да, с точки зрения себя, с точки зрения своего партнера и с точки зрения некого независимого эксперта. Ребенок также может осуществить, да, некоторые действия, которые будут учитывать интересы, опять же, трех участников. Или вообще трех участников в этом процессе. Там, например, ребенок хочет печенье, мама не дала, надо пойти попросить у папы, но так, чтобы мама об этом не узнала. Да? Вот. Это вот как раз многопричинное треугольное мышление. Восьмая ступенька – это нюансированное и эмоционально дифференцированное мышление. Ребенок становится способным видеть мир во всех нюансах. Если сегодня с ним кто-то не играет, кто-то отказался играть, это не значит, что с ним больше никто не дружит, что вообще он плохой, с ним не хотят играть. А может быть потому, что эта девочка отказалась от того, что у нее болит голова, у нее сегодня плохое настроение, да, сегодня она не хочет играть, но завтра она захочет. И девятая ступень – это формирование внутренних стандартов, когда как бы у человека формируются две системы отчета, да, его внутренняя и система отчета окружающих. Ну, например, все дети побежали с урока, да, а вот подросток говорит, а я не побегу, да, вот это вот как-то мне прийти, потому что я уважаю эту учительницу и знаю, что она будет переживать, если мы все уйдем с урока. Да, то есть уже вот есть какой-то такой внутренний столб, на который человек опирается. Ну, после этого уже вчера упоминали, есть еще семь ступеней, которые мы, конечно же, не будем рассматривать. Так, сейчас мы с вами посмотрим некоторые... Посмотрим примеры работы. Часто очень, когда мы рассказываем, всегда просят показать работу со старшими детьми. Вот говорят, вы все время малышей показываете. Вот сейчас мы с вами и посмотрим примеры работы с более старшими деточками. Сейчас мы найдем видео. Где наш мальчик, который сбежал? Спасибо. 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 Мы уже видим совершенно другой уровень игры. Ребенок походу и подстраивает сюжет, когда ему предлагаешь новые идеи. То есть он совершенно все пытается логически объяснить, взаимосвязать. Уже есть какие-то эмоциональные аспекты в этой игре. То есть совершенно другой уровень. И вот небольшой фрагмент как раз того, как ребенок учится рефлексировать, как учится вообще понимать, что там у нас происходит в этой машине. Ребенок сказал, что ему больше нравится, чем логично. Я не знаю. Послека этого я никогда не�를 сзыва deaf成на, но сыGBтạtanal Ist. Вот такой гененоза, я не знаю. И мы говорим о том, что он считал. Уaster для меня стоит嗯 и шех. ОнDas проходит все проверяют отношения с тиском в метерб�евре, которую он елSTEük электронную мощность м Hopkins crew живет в безопасность, Leah, не мунил. Упи Seoul. Уза واpp Männer обманную Корректор, Продолжение следует... 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 Так, ну вот смотрите, как подростки у нас... Продолжение следует... 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 Мне приходится повторять. Вот это и есть индивидуальный подход. Есть дети, которым надо сказать и подождать, когда они отреагируют. Есть дети такие, которым надо, может быть, повторить еще раз, чтобы они правильно тебя услышали. Каким образом я понимаю, что ему нужна такая моя поддержка? Посмотрите, как он говорит. Несмотря на то, почему я понимаю, что именно проблема восприятия. Он реагирует, он может сказать целую фразу, но в своей продукции... Вот какие-то вещи, посмотрите, как он искажает, там, едет-едет паровоз, как он произносит. И, конечно, безусловно, надо ориентироваться на это. Не худ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно, из-за этого они пришли. И оказалось, буквально удивительно даже. Иногда нас самих удивляют. Бывают дети с быстрыми результатами. Не всегда, правда, но такое бывает. Буквально через пару занятий приходит мама, такая счастливая, он с ней вообще не разговаривал. А тут он сам начал вовлекать ее в какие-то разговоры. Она там купается и говорит, акула поплыла. Смотри, мама. Начал к ней обращаться, использовать речь. Собственно говоря, это первая цель. Чтобы ребенок понял, зачем ему вообще нужна речь. Наша задача помочь ему в этом. И для того, чтобы он это понял, мы не всегда пользуемся речью. Мы можем использовать какие-то невербальные способы коммуникации. Безусловно, с этого мы и начинаем. И вот посихонечку мы расширяем эту его игру. Мы вводим туда, опять-таки исходя из его интересов. Вот ему нравится железная дорога. Соответственно, мы играем в эту железную дорогу. Только добавляем туда, там он нашел какую-то игру погрузчик. Мы в эти вагоны начинаем что-то грузить. И вот так вот расширяем его игру. Вот, пожалуйста, посмотрите. Мы тебя боимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я подвигаю какую-то коробочку, и как будто это кастрюля. И тут же вот ему помощь. Вот часто очень родители любят, да? Что ты будешь делать? Клади в кастрюлю, да? В принципе, наша задача, чтобы ребенок сам проявил свою инициативу. Он сам понимает, да? И вот это наше желание ребенку помочь иногда излишнее, оно не всегда бывает полезным для него. Обязательно надо делать паузы и дожидаться ответа ребенка. Вот я им сделала свой ход, и я жду, когда ребенок сделает свой ход. Это очень важный принцип. Вот в этих паузах, собственно говоря, ребенок и осмысливает происходящее, и осознает, не просто он там режет что-то, да, а он участвует в диалоге со мной. Моя-то задача не научить его суп варить и кладывать куда-то в кастрюлю, да? И вот, пожалуйста, у него там и хлеб он туда режет, и яблоки он туда режет. Это мы все потом, мы же не шеф-повара готовим, да? Вот моя задача не конкретно научить его, что кладут в суп. А вот этот диалог, я хочу ему помочь, вот давай вот мы вместе с тобой. Вот это очень важно, этот наш диалог с ним сохранять. Вы знаете, вот мы вынуждены, я просто хочу вам показать разные материалы, разные видео, кстати, вот об этом мальчике. Ему почти 3,5, даже нужно, наверное, 3,6 месяцев. И он к нам пришел, он был без речи, у него не было фразы, у него были отдельные слова, и речь была и хололичная, и своя такая речь. И вот в игре вот очень важность, вот такая деятельность ребенком очень важна. И, знаете, надо очень понимать, вот хочу отметить, что когда мы даем ребенку проявлять инициативу, даем возможность реализовывать собственные идеи, да? Не все время навязывать ему, как надо играть, что надо делать, не превращать эту игру в какую-то дидактическую. Вот это дает ему, как раз мы завоевываем доверие его и желание с нами общаться и развиваться. Очень много хочется сказать о разных приемах, принципах. Ну, это огромная, конечно, тема, которой посвящен целый 202-й курс вообще формирования. Ой, как ты быстрый! Еще один молодой человек! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! В предыдущем видео можно отнести к четвертой ступени, а вот тут ребенок уже на пятой ступени. У него, простите, вот мальчик с супом, это тоже, в общем-то, пятая ступень, появляются символические функции. А вот тут, посмотрите, вот мы как раз, это видео демонстрирует то, что ребенок не находится на какой-то одной ступени. Вот он пришел на эту ступень и тут. Посмотрите, вот у него какие-то сенсорные стимуляции, у него какие-то, сюда включает он манипулятивные действия, постучал этой лестницей, и он может вообще выпасть из игры, уйти вот в эти свои ощущения. И очень важно помочь ему поддерживать этот диалог, удлинять коммуникативные цепочки. И как раз вот этим мы и занимаемся. Но кроме того, моя задача как логопеда, безусловно, решать задачу, а выстраивать, помогать ему деятельность, удерживаться в какой-то структуре деятельности. И логику этих действий выстраивать, если он, допустим, взял лестницу и хочет что-то там починить, то мы, конечно, обращаем его внимание, какая длинная, а не просто там манипулировать этой лестницей. А что ты будешь делать своими вопросами? А куда ты ее поставишь? А что ты будешь чинить? Вот это очень важно, помогать своими вопросами ребенку удерживать цель свою какую-то. Несмотря на то, что у нас эта игра не запланированная, но, безусловно, какие-то развивающие задачи, и это не игра развлечения, хочу я вам сказать. Моя задача не просто развлекать ребенка, моя задача вести его от ступеньки к ступеньке, развивать его способности, которые созрели к этому периоду, и которые могут выстрелить. Я не могу его тащить раньше того, что он может сделать, забегая вперед. Я сопровождаю его по этой лестнице развития. И посмотрите, мы очень долго шли, объединяя отдельные фрагменты с этими машинами. Он очень любит их разбивать. Эта машина несчастная вся переломана у нас, потому что мы не можем от этого уйти. Он ломает машины, просто мне некогда показать вам эти кадры. Не все так, знаете, блестяще и прекрасно. Мы чиним, мы заклеиваем, потом это тоже используем для каких-то таких целей. Ну вот, что, вот как у него развивается эта игра. А мастер, а водитель? Мастер, иди скорее, нам надо машину починить, она в аварию попала. Субтитры создавал DimaTorzok Немножко обобщить этот материал. Но, к сожалению, нам не удалось показать, как мы работаем вот с такими маленькими детьми на шестой ступени, хотя то вот потому, что мы там их знакомим с пространством, со временем. И, конечно же, вот, ну я использую не только неструктурированный флортайм. Обязательно в работу мою входят и задачи обучения. Ну, по специальности... Да, простите. Входят задачи именно развития навыков, речевых навыков. И вот приходится структурировать иногда. Очень важно, как какие-то задачи решать. Обознакомить ребенка с понятиями пространства, времени. Как игра может помогать ребенку обладевать математическими способностями. Именно потому, что у него снимается стресс, он иногда дает хорошие результаты в этой сфере. Ну, вот, к сожалению, просто нет времени посмотреть это видео. Так что вот большое спасибо за внимание. Вы рассказали вам о пути, по которому мы ведем ребенка. И о стратегиях, вот коротко так, о стратегиях, которые мы используем на высших ступенях развития. Спасибо. Спасибо, коллеги. И, вы знаете, мы... Спасибо вам большое за то, что оставили время для вопросов. Потому что мы изначально так и предполагали. Идет мастер-класс, а потом вопросы. Кто хочет... Здравствуйте. У меня на самом деле два вопроса. Первый, дети, они очень... Ну, как бы один из способов познания мира, это манипуляция и поиск границ. И дети манипулируют. Я сейчас не в негативном ключе, а просто как факт. Неплохо слышно, простите. Слышно так? Куча, да, да. Вот. По поводу манипуляции. Дети часто манипулируют взрослыми. Любые дети любого уровня, развития на любой ступени. И считаете ли вы, что важно это разграничить? Потому что в какой-то момент... Ну, вот в своей работе я знаю, что когда манипуляция переходит, то в общем-то дети это чувствуют. И, конечно же, важно... Ну, у меня, по всякому случаю, так. Если кто-то очень играет в эмоции, мне кажется, что это чувствуется. Детьми это чувствуется. Я могу утрированно изображать какие-то эмоции. Это входит в мои профессиональные навыки, в мой инструментарь. Но если я не чувствую эмоции, то, соответственно... Ну, причем они же не всегда должны быть бурными. Если у ребенка грустно, я сижу и грущу вместе с ним. Если что-то кому-то, кто-то там сердится, ну, я буду его успокаивать, как-то снижать накал. Соответственно, не всегда мы вот в таких вот аффективных проявлениях чувств сильных. А первый вопрос. По поводу манипуляции. Ну, я хочу сказать, что, конечно, не только дети, и взрослые вполне себе манипулируют постоянно. Вот, конечно, разграничение и установление границ. Это, как и в любой работе, да, четко ставим границы. Приемлемое поведение, неприемлемое. Даем какую-то обратную связь. Почему? Особенно если ребенок уже функционирует на высших ступеньках. То есть четко объясняем, да, в чем его выгода, почему лучше вести. Когда ты живешь в этом, это настолько естественно, что вот говорить, да, ну, естественно, мы, как все люди, помогающие в профессии, следим, да, за собой, за своим здоровьем, состоянием, кто как может помогает себе. Ну, в общем-то, вот, мне кажется, когда ты делаешь это искренне, это не такая большая проблема. Спасибо. Следующий вопрос еще один. И прошу прощения про манипуляции. Знаете, иногда кажется, что ребенок манипулирует. Ну, просто мы не оставляем порой ему средства, других средств для того, чтобы добиваться своего. Потому что если он что-то очень хочет, в принципе, наша игра на то и направлена, чтобы реализовать его потребности, да. Потребности и желания могут не совпадать, но, в принципе, если вот, ну, мы, вот можно уступить, а мы там начинаем требовать чего-то, да. Вот, в принципе, нам кажется, что это манипуляция, а на самом деле вот такие маленькие дети, они не способны к манипуляции. И родителям часто кажется, что вот ребенок специально это делает. А на самом деле это не так. Это просто, ну, это наше такое восприятие. Спасибо. Следующий вопрос, коллеги. Просто очень мало времени, да, и поэтому я немножко форсирую. Вот все-таки там. Здравствуйте. Спасибо за выступление. У меня, знаете, такой вопрос, может быть, в принципе, по методике и ко всем спикерам, и к вам, и к Аманде, и вот к Ирине и Александру, которые вчера выступали. Вы нам все показывали видео. Я заметила одну разницу, что у Аманды были родители на видео. То есть, и вот насколько вообще вот этот момент, в этой методике надо ли привлекать родителей, чтобы они видели, как мы взаимодействуем, как мы растим. Я помню, вчера говорили про то, что мы их учим, тоже вот по первой ступени они проходят. Ну, в общем, понятно. У нас обязательно присутствуют родители, там даже вот, ну, чьи-то ноги были видны. Вот сейчас они снимали, вот родители снимали, где-то бывает мы ставим камеру, а бывает родители ведут съемку. А вообще родители присутствуют. Ну, мы очень хотим этого. Но по некоторым причинам иногда родители отказываются у них какие-то... И, знаете, мы не можем насильно их заставить, потому что бывают родители, ну, очень переутомлены, истощены. Им, правда, вот нужен какой-то, какая-то передышка им бывает нужна. Ну, вообще привлекать их как бы важно, да? Очень, да, конечно. Конечно, потому что это флор-тайм без родителей невозможен. Потому что если родитель не видит и не ведет... Это мы делаем для того, чтобы ушло потом в семью. Если в семье это не поддерживается, то, знаете, ну, вот эффект, конечно, намного снижает. Это уже не флор-тайм просто. Ну, что-то по-другому можно назвать. Ну, в общем-то, наша задача – это совместная работа с родителями. Коллеги, еще два вопроса. Если можно, я на правах ведущего один из них заберу себе, ладно? Спасибо большое за... Вопроса будет три. А можно? Спасибо вам большое за предоставленный доклад. Очень интересная информация, особенно практическая часть. Мой вопрос заключается в следующем. Наверное, это относится к первой ступени, когда мы только начинаем взаимодействие с ребенком и выходим на какую-то игру. Для детей с расстройством аутистического спектра одним из признаков является стереотипия. Это стереотипное взаимодействие с материалами. И вот он приходит, и начинается вот эта вот стереотипная деятельность, которую трудно назвать игрой. Где та граница? Сколько времени? Ну, даже не времени. Как мы ему позволяем, сколько мы ему позволяем? Как мы с этим работаем? Как вы в своей практике выводите эти стереотипные действия в игру? Потому что стереотипии, они чем плохи, что ребенок, получая вот эти ощущения, достигает такого эмоционального накала, что он уже и не может оставить, и не хочет оставить. Он весь в этом процессе, и очень трудно к нему туда присоединиться. То есть вопрос в этом, какая вот методика выхода из этих стереотипий и переход к какой-то так называемой игре, пусть на первоначальном уровне. Спасибо. Вы знаете, очень ведь важно, как вот ребенок играет. Вот мы говорили вчера о сенсорных особенностях ребенка, и надо понимать, что, почему ребенок играет вот именно так. Если он находится в состоянии поиска, и все время в этих ощущениях, он себя пытается насытить. В принципе, наша задача какая? Чтобы вот эта сенсорика стала базой для его дальнейшего развития. Это необходимое условие. Если он не будет получать ощущения, то, соответственно, он и не будет их использовать. Это как строительный материал для его нервной системы. Но вот стараемся пристроиться. И знаете, вот иногда удивительно бывает. Вот играет он, играет мы к нему и так, и сяк, он не пускает нас в свою игру. И вообще вот злится, сердится. Мы так осторожненько, деликатно восхищаемся, как он там это все красиво разложил, как он построил. Потихонечку там подкладываем ему что-то, я тебе помогу, а можно так. Вот знаете, очень деликатно и уважительно к ребенку. Не так, что давай-ка, ты поиграл пять минут, и все, мы убрали твои игрушки. У ребенка, когда возникает доверие, почему они так еще держатся за свои эти игрушки? Знаете, они боятся, что их у них отнимут. И когда вот приходит мама с ребенком, в первую, да вот он уже вот сколько, мне кажется, что вот с ним должны сейчас играть, и произойдет какое-то чудо. И вот мы, он уже вот у вас и вчера играл в эту игру, и вот мы вот ее убеждаем, что подождите, вот ждать, вот терпение проявлять, это очень важно в нашей профессии. И потом потихонечку, когда ребенок насыщается, он нас начинает пускать в свою игру. Когда он видит, что мы не выхватываем у него эти игрушки, не вырываем, даем ему получить это удовольствие, просто помогаем. Он нас начинает, потом мы там чуть-чуть подложили что-то, чуть-чуть изменили. И вы знаете, ну вот получается. Вот вы поверьте, да, Саша? Да, давайте. Я хотел бы добавить, просто это как раз по теме вчерашней лекции, которую мы с Ирой рассказывали, по поводу, один из базовых принципов флортайма, ну один из самых базовых принципов, это увидеть, понять или наделить намерениями то, что делает ребенок. То есть говорить про то, что ребенка с аутизмом характерны ему стереотипии, это видеть в ребенке аутизм, а не ребенка. То есть в данном случае мы оцениваем не стереотипии, называем это, ну он трясет рукой, это стереотипии. Да нет, мы пытаемся в этом увидеть какое-то намерение. Вчера Виржиния рассказывала про то, что это может быть регуляторный механизм, который необходим ребенку, то есть это может быть какое-то действие, например, мальчик сегодня, Аманда показывала, он вот так вот делал руками. Что он делал? Он нарисовал букву Т в воздухе, это было видно настолько, насколько это вообще явно может быть. При этом это может выглядеть с точки зрения психиатра, это может выглядеть как какая-нибудь там, не знаю, продуктивная симптоматика. Но прикол, извините. Особенность в том, что, да, просто я тороплюсь, и, соответственно, моя регуляция не позволяет мне выстраивать речь более грамотно. Ну вот, в общем, по поводу, мы отталкиваемся от ребенка, мы видим в нем ребенка, который наполнен намерениями. Даже если он сам не знает об этих намерениях, но когда мы в нем увидим эти намерения, он начнет понимать, что он делает что-то сознательно, направлено, целенаправлено, дальше он выходит на абстрактный уровень и тому подобное. И мы отталкиваемся от его индивидуального сенсорного профиля. Про это вчера говорил Вирджиния. Если ребенок перенасыщается ощущениями и потом уходит в них или возбуждается и тому подобное, мы регулируем среду. Ну то есть мы стараемся так, чтобы мы, чувствуя сигнал ребенка, помогаем ему сорегулироваться. Про это сегодня Аманда много раз говорила, про то, что мы сорегулируемся. Вся лекция Аманда именно про это. Мы видим то, что ребенок начинает возбуждаться. Мы собой помогаем ему пойти в сторону спокойного, вовлеченного состояния. В этом как бы основная особенность именно флортайма в том, что мы не смотрим на симптомы синдрома, а мы смотрим на ребенка изначально. Мы хотим его встретить там, где он есть сейчас. Извините, пожалуйста, я все-таки, наверное, скажу, а то меня постоянно перебивают. Я мама детей с аутизмом, у меня двойняшки. И вот меня предыдущее видео прямо честно насторожило, где вот динозаврики, ребенок там 4 года играет в динозавров. Ну, я понимаю, что он расширил кругозор, что он там начал дополнять словами это все. Но это реально страшно. А что за эти 4 года он еще научился, кроме как вот динозавров по-другому расставлять? Вы про какую? Я не знаю, что вы имеете в виду. Это тот ребенок, который в вагоны играл? Нет, не ваше видео. Ага, уточните, пожалуйста, что именно для вас страшно. Страшно? Ну, то есть он в 15-м году играл в динозавров. Да, понятно, что у него там речь была какая-то там не такая. И в 19-м году он играет в динозавров, но рассказывает просто расширенные истории про этих динозавров. То есть, получается, он зациклился на этих динозавров? Абсолютно не получается, да. Ну, во-первых, тут надо смотреть, какая подборка. Это просто интересы детей, там, то, что он смотрит, какие мультфильмы, в какие компьютерные игры играет. Я про что хочу сказать. Наша задача... Интересы не поменялись? Почему поменялись? Их стало гораздо больше. Вы разве не заметили, как много он знаний об окружающем мире включает в игру? Ученые мне сказали. И вот этот эликсир можно использовать не только для того, чтобы превратить животных-мутантов. Можно получить суперсилу. Понимаете? То есть... Можно я скажу буквально два слова? Я даже... Вот я помню, что у меня был вопрос. У меня было три вопроса. Я дальше согласился на один. Теперь я свой вопрос снимаю. Вот смотрите. Я просто понимаю, что по времени уже. Вот на самом деле, не являясь экспертом в флортайм, но 17 лет работая с детьми с расстройствами аутистического спектра, я могу сказать, что ни в 4, ни в 5 лет не то, что не страшно, а это очень хорошо, что он играет с динозаврами. И вот насколько мне удалось... Да, 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 я продолжаю. Насколько мне удалось понять издавна, вот со времен перевода первой книжки по флортайму, да, и вот к этому моменту вопрос ведь не в том, во что он играет. Вопрос в том... В период 4 года он все это в динозаврах играет. А можно я все-таки отвечу, да, потому что когда прозвучал вопрос, я не перебивал, да. Вот. И вопрос здесь в том, чему он научился совместно с терапевтом, на какой уровень он вышел. Игры, коммуникации, речевых навыков, символического мышления, возможности придумывать дальнейший сюжет. Вот в чем вопрос. Вопрос не в том, с чем он играет, а вопрос в том, насколько он благодаря этому уровню поднимается в различных сферах своего развития. Ну, и к слову сказать, да, когда ребенок пошел в первый класс, там стоял вопрос о том, чтобы его оставить на второй год. Ребенок учится в корребцо. В школе. Сейчас он блестяще заканчивает четвертый класс. И вопрос больше об успеваемости вообще не стоит. Понимаете? Давайте мы дадим прокомментировать Галине Искович еще раз. И потом, видимо, Джефф еще скажет. Вот сейчас пошла конференция, чувствуете? Я думаю, что это очень хорошо на самом деле. Это здорово, что вы задали этот вопрос, потому что теперь мы говорим про то, с чем все уйдут. И хотелось бы, чтобы все ушли с очень важной идеей о том, что мы работаем на определенной ступени развития. И мы пытаемся провести ребенка от очень низких ступеней к более высоким ступеням. Что происходит на видео Татьяны? Для меня, как психотерапевта и флортаймера, ребенок начинает затрагивать эмоционально значимые темы. Он говорит о своих страхах. Он успешно преодолевает какой-то следующий этап. Если ему для этого понадобятся динозавры, прекрасно. Если для этого ему понадобится улечься, как мои студенты, может быть, помнят, у меня было видео мальчика, на видео не было ничего. Там был туннель, внутри сидел мальчик, и он говорил о том, что ему важно, о своих отношениях. И это был для него прорыв. Ему нужна была поддержка. Ему нужен был проприоцептивный, удобная для него обстановка, в которой он может об этом говорить. Мне, как психотерапевту, все равно, будет ли ребенок сидеть за партой, будет ли ребенок лежать в удобной для себя позе, получая ту поддержку, которая ему нужна, и говорить об этом, будет ли он расставлять динозавров. Мне важно добиться своего. Этот ребенок думает, этот ребенок строит логические связки, этот ребенок развивается эмоционально. Остальные вещи мы успеем. У нас ведь есть время. Это процесс. Это не происходит за одно занятие. Вот все, что я хотела сказать. Вот есть художники, которые всю жизнь рисуют цветы, а есть люди, которые... Дайте я заструктурирую коммуникацию. Значит, еще я Джеффу обещал, что ровно 30 секунд. Значит, потом никто не сказал, что в течение 24 часов в сутки ребенок только и должен заниматься тем, что играть в динозавров. Это вот просто так еще параллельно. Давайте мы предоставим слово со-модератору моему. И после этого все-таки со смещением обеденного перерыва у нас позволяет это сделать люфт во времени. Ну, у нас до 17.30, ну, значит, чуть дольше будет. И все-таки на Джеффе мы закончим коммуникацию вот по этому мастер-классу. Да-да-да, закончим позже, как только я выступлю. Мне очень понравились вопросы, которые задавались. Поскольку очень часто, когда люди начинают учиться floor time, они концентрируются все же больше на содержании того, что происходит. И это ожидаемо. Это правильно. Потому что мы научились этому, когда мы думали о том, как взаимодействовать с нашими детьми. Нам часто говорят, что мы должны сделать это, и мы не должны делать другое. Это очень просто, но это естественная исходная точка, но на этом можно, если следовать этому, можно попасть в тупик. Если мы будем думать только о том, чем играет ребенок, ведь речь идет не об этом, мы должны думать о том, как мы можем это использовать. Ведь это идея исследования, и она предполагает, что мы должны думать об интенциях, мы должны отталкиваться от его собственных идей и намерений. И это та сильная точка, исходная сильная точка, от которой мы можем отталкиваться в развитии ребенка. Речь не идет о том, что мы будем говорить о динозаврах навсегда. Но если мы сможем развить какие-то навыки, если мы сможем смотреть на это по-другому, с более глубокой точки зрения, то тогда все, возможно, остальные темы не так интересны ребенку. Но мы должны более комплексно смотреть на это. Возможно, ребенок будет говорить о божьих коровках и бабочках, но более сложно. То есть речь идет о том, чтобы выстраивать навыки. Вопрос действительно был очень хороший, потому что родители часто приходят к этим вопросам, и я с уважением к этому отношусь. Я не хочу, чтобы вы… Я не говорю, что вы не правы в том, что задаете такие вопросы. Но в то же время мы все время должны возвращаться к тому, чтобы думать, какие именно навыки вы выстраиваете, что именно вы развиваете в ребенке. И это должна быть цель. И если мы работаем с этой точкой зрения и развиваем этот навык, то ребенок будет не только с динозаврами играть, для него мир расширится, и он будет и другими вещами заниматься. Хорошего обеда всем. Орг-момент. Коллеги, мы собираемся здесь в половине третьего. В 2 часа 30 минут ровно. В этот раз вы оказались более дисциплинированными, чем мы. Пока мы обсуждали важные государственные вопросы, вы уже давным-давно собрались. Это очень радостно. Мы продолжаем конференцию. Только что констатировали с глубоким сожалением, что половина конференции. Ну и нас ждет еще много интересного. Я хочу сказать два слова о Елене Гомозовой, потому что именно с нее началось мое знакомство с лицами, принадлежащими Dear Floor Time. И вот это было мое первое лицо, которое для меня было знакомо вот в этой вот системе. И сегодня Елена Гомозова совместно с Дреминой Екатериной. Екатерина, вы где? Я здесь, я здесь. Вы здесь, отлично. И совместно с Шишкиной Светланой, да? Да. И Гомозова Мелетина. Как раз очень приятно. Дочь. Да. Представляет нам следующий мастер-класс. Давайте я передам сразу слово Елене. Добрый день. Ну, во-первых, несмотря на то, что половина нашей конференции уже позади, и мы перешагнули так рубеж второй половины, тем не менее я хотела бы сказать слова огромной благодарности Артуру Валерьевичу в его лице, всему Федеральному ресурсному центру за феноменальную организацию, за то, что нас опекают, нас встречают, и мы себя чувствуем комфортно. Я надеюсь, вы тоже себя чувствуете комфортно, да? Давайте мы их поблагодарим, потому что это большая работа. Спасибо большое. Это вся команда ФРЦ трудилась на эту задачу. Ну и, наконец, ICDL за то, что они нашли возможность собрать команду и приехать к нам. И не знаю, как вы, но я испытала колоссальное воодушевление, слушая Вирджинию, которую мы слышали на конференции в Вашингтоне на тот момент. Она просто поразила. Вчера она влюбила в себя. Аманда тоже, которую все знают, те, кто учился на 21 курсе, по ее лекции. И когда мы с ней знакомились в Вашингтоне, я ей говорила о том, что Аманда я вас представляла пожилой дамой. И очень рада, что вы оказались миловидной женщиной. Ну, так вот бывает, когда ты слышишь только голос и не видишь лица. Ну, и еще и не ее голос. Чуть-чуть там пробивался ее голос, надо сказать. Но больше переводчик, конечно. Я в восторге, что у нас возможна эта конференция и возможно обсуждение очень важных тем. Еще в восторге от того, что появилась возможность получить тем, кто посещает все три дня конференции, бесплатно получить сертификат курса 101. Но для каждого из Вас экономия как минимум 12 тысяч рублей, да? Ну, раз я заговорила про обучение, многие из Вас задают вопросы о том, что дальше, где дальше обучаться, буквально полминуты. Информация обо всех курсах размещается на официальном сайте isideal.com. Там есть вкладка курсы, вся актуальная информация о сертифицированных курсах появляется там. Курсы в России мы дублируем на официальной странице в Фейсбуке, странице ассоциации специалистов Floortime. Dear Floortime в России называется. Милости просим, если кто-то еще об этом не знает. То есть вот таким образом можно получить информацию об онлайн обучении, оффлайн обучении и задать там все вопросы. Я думаю, что это ответ на Ваши запросы, что делать дальше, как получить образование. Мне очень радостно представить мою команду. Я руководитель Floortime-центра в Вантеевке. Это первый в России Floortime-центр. Грешно было бы не воспользоваться, потому что я один из первых экспертов России. И центр уже существовал. И мы плавно перетекли во Floortime-центр. 1 июня этого года нам исполнится 10 лет. Если вдруг кто-то из друзей захочет нас поздравить, пожалуйста. Спасибо. Этот мастер-класс мы готовили совместно с командой. Часть команды в президиуме, а большая часть команды в зале. Коллеги, поднимите руки, пожалуйста. Речи Цветик. Это те, кто одни из первых начинал применять программу Floortime в комплексе. Мы хотели бы обсудить с вами вопрос диагностики. Потому что очень много мы услышали о том, что мы учитываем индивидуальные особенности, сенсорные особенности. Вы уже знаете, что есть ступени функционально-эмоционального развития. И уже говорили о том, что эти ступени мы используем для правильного выставления целей. Мы используем для того, чтобы отслеживать динамику и корректировать цели по ходу коррекционной работы. Самый большой вопрос, как все это использовать. Потому что сказали, что есть, а как? Пока еще этого не было. Поэтому мы попытаемся вместе с вами разобраться в этом вопросе. Мы вам представляем один клинический случай. Это ребенок, который к нам пришел год назад. Если будет интересно, то у нас останется еще в конце время, и вы сможете задать вопросы, в том числе по этому ребенку. К счастью, у нас есть разрешение на демонстрацию в нашей аудитории этого видео. Но, к несчастью, мы не имеем права демонстрировать это онлайн. Поэтому, пожалуйста, когда будут видеоролики, не записывайте и видеотрансляцию тоже прекратите. А можно от аудио? Можно запрет на лицо? На лицо? Да, можно. К сожалению, в рамках конференции предоставить вам видеозапись, допустим, первичной часовой встречи, такой возможности нет. Мы поэтому выбрали наиболее, с нашей точки зрения, яркие моменты этих встреч, которые бы позволили нам обсудить вопросы сенсорных особенностей этого ребенка и ступеней, на которых он функционирует на тот момент времени. Ну, собственно, наш мастер-класс будет состоять из трех частей. Первая часть, которой специалист флортайм, гомозова мелитина, по совместительству, прости, моя дочь, она очень не любит, когда я об этом говорю, но я с гордостью об этом, но имею на это право, считаю. Она расскажет про первичный опрос, как мы собираем анамнез, как мы беседуем с родителями. Во второй части Екатерина Сергеевна Дремина, это наш дефектолог, она расскажет и попробует вместе с вами обсудить сенсорные особенности этого ребенка по видео. И в третьей части Светлана Александровна Шишкина, это наш нейропсихолог, у нас такая мультикоманда, как видите, она расскажет как раз одно из самых сложных моментов, это диагностика по ступеням функционально-эмоционального развития. Ну и в конце, вновь слово возьму я, подытожу, и покажу, какой план, какой маршрут мы в результате диагностики выбрали для этого ребенка. Я предоставляю слово Мелитине Алексеевне. Здравствуйте, коллеги. Я оговорюсь немножко, это практическое задание, поэтому я очень надеюсь на ваше активное участие в обсуждении данного кейса. Сегодня я хочу рассказать вам о сборе анамнеза в рамках первичной диагностики флортайм. И перед тем, как начать обсуждение, как строится интервьюирование, необходимо уточнить нашу позицию по трем принципиальным вопросам. Итак, как вы думаете, как следует проводить диагностику? В присутствии родителей? Или лучше сначала осмотреть ребенка и потом проводить интервью с родителями? Да, я полностью согласна. И в нашем центре практикуется диагностика в присутствии родителей, так как если могут возникнуть какие-либо спорные ситуации, то родители всегда были рядом, всегда видели реакцию ребенка, и многих конфликтных ситуаций в этом случае можно избежать. Следующий вопрос. Необходимо проводить опрос родителей до или после осмотра ребенка? Мы считаем, что необходимо сначала осмотреть ребенка, а потом уже проводить изучение заключения других специалистов и проводить интервью с родителями, чтобы мнение другого специалиста не влияло на общую картину, чтобы мы могли составить свое полноценное мнение о уровне ребенка. И следующий вопрос. Где находится ребенок во время интервью с родителями? Рядом? Мы рекомендуем приходить на диагностику всей семьей, чтобы во время интервью с одним из родителей была возможность ввести ребенка в другое помещение, чтобы он оставался под присмотром. Если нет такой возможности, то нам всегда помогает администратор либо другой педагог, потому что вне зависимости от уровня понимания обращенной речи ребенок всегда воспринимает все невербальные сигналы, мимику, жесты. И поэтому его присутствие на второй части консультации категорически не приветствуется. И переходя к самому анамнезу, как вы думаете, какие вопросы нас интересуют? Которые обычные анамнезические вопросы, если по порядку. Беременность первая, правильно. Какая по счету, были ли какие-либо сложности в протекании беременности, выкидыши, аборты, особенности протекания беременности, инфекции, токсикозы, стрессы во время беременности. Следующий вопрос. Роды. По сроку ли проходили, кесаревые или естественные роды, возможно, предлежание плода, как отходили воды, длительность безводного периода, возможные гипоксии, родовые травмы, сразу ли приложился к груди, как сосалы первые родовые рефлексы. Следующий вопрос. Ну, сразу после родов, какая оценка проводится в состоянии ребенка? Абгар, да. Абгар – это простой метод для начальной оценки состояния ребенка с целью выявления необходимости реанимационных процедур. Следующая, как уже правильно вы заметили, раннее моторное развитие, это когда начал держать голову, когда сел, когда встал, когда пополз. И следующее, раннее речевое развитие, когда начал гулить, первый лепет, первые слова, фраза. Также нас интересуют хронические заболевания, возможные аллергии, операции и травмы. Но если это стандартные аналитические вопросы, то чем же отличается диагностика флортайм от обычной диагностики? Как вы думаете? Подсказка на картинке. Да, да. Это анализ внутрисемейных отношений. У многих специалистов в начале обучения возникают вопросы, зачем мы всю информацию собираем, зачем проводить анализ сенсорного профиля, если мы не являемся специалистами по сенсорной интеграции? Зачем так глубоко анализировать внутрисемейные отношения, если мы не являемся квалифицированными психологами? Это все правильное замечание. Мы должны оставаться в рамках своих компетенций и без дополнительного образования не можем получить квалификацию психолога или специалиста по сенсорной интеграции. Но как вы думаете, зачем нам нужна такая глубокая междисциплинарная диагностика? Индивидуальные особенности, правильно? Я правильно услышала? Секундочку. Еще раз. Написывай. Иначе Джефф не будет слышать ваши комментарии и вопросы. На кого опереться потом в работе в парадигме Флор Тайм, чтобы был человек, который будет хотя бы пытаться эту систему вводить в семейную, в семье. И нужно понимать, какие еще системы отношений есть у ребенка с ближайшим окружением. Насколько они нуждаются в коррекции, не нуждаются в коррекции, будут мешать в развитии, не будут мешать в развитии. Как нужно ли что-то изменять в этой ситуации? Возможно, будет необходимо направлять психологу к семейному в каких-то особых сложных случаях. Да, все верно. Спасибо за ответ. Все правильно. Если обобщить, то это необходимо для понимания сильных и слабых сторон ребенка. Ведь семья является главным ресурсом для любого человека. И мы должны понимать, насколько ребенок принимается своими родственниками. И если мы замечаем какие-либо серьезные проблемы, то мы всегда обязаны направить семью на консультацию к психологу. И все-таки, как можно получить информацию о внутрительственных отношениях? Существует два метода. Три метода. Наблюдение, анкетирование и интервью. Наблюдение. Наблюдение с порога. Необходимо наблюдать за всей семьей, как только они появляются на пороге центра. Мы так получаем информацию о стиле взаимодействия членов семьи. Можно определить уровень опеки родителей над ребенком, степень допустимой свободы поведения и стиль общения между двумя родителями, пренебрежительный или уважительный. Также необходимо следить, наблюдать за реакцией родителей во время диагностики. Это может проявляться в активных подсказках или, возможно, даже смехе над неудачами ребенка или полным неприятием увиденного. Например, если родитель говорит, что данное задание ребенок дома выполняет и причина данной неудачи лишь в неправильных действиях педагога. Также необходимо наблюдать за семьей в ходе всего дальнейшего коррекционного процесса. Если родители, как уже коллеги описывали, начинают включаться на занятия, заходить в кабинет, подключаться в игру, мы также можем углубить свои представления об эмоциональной обстановке в семье. Интервью и непрямые вопросы. Так как существует множество профессиональных опросников для изучения внутрисемейных отношений, например, очень часто очень распространенная методика PARI для изучения родительских установок автора Шефера и Белл, но в рамках первичной диагностики в условиях ограниченного времени мы не имеем возможность задать, провести такую глубокую диагностику, и поэтому у нас есть возможность задать несколько непрямых вопросов. Нам необходимо уточнить, в каких условиях проживает семья, может быть, вместе с бабушками, дедушками, наличие сиблингов, как взаимодействуют братья и сестры, уточнить, кто в семье работает, а кто следит за детьми. Если это происходит по очереди, то как меняется поведение ребенка, как меняется поведение ребенка в зависимости от того, с кем из членов семьи он общается, как часто члены семьи проводят время друг с другом, кому больше доверяет ребенок. И в качестве подведения итога я хочу продемонстрировать карту первичного приема, которая используется в нашем центре. Это карта мальчика по имени Лука, который дальше будет представлен в видеокейсах 2016 года рождения. На первой странице, как видим, анкетные данные, далее анамнистические данные. По словам мамы, беременность проходила без особенностей, правда, был выраженный токсикоз во время первого триместра. Роды сложные, со стимуляцией родовой деятельности, и мальчик закрепленный чалолу через 5-10 секунд. Оценка по Абгару 8 баллов. Врачи говорили о небольшой гипоксии. Груди приложили только на следующее утро, и особенностей кормления не наблюдалось. Активный сосал перевели на смеси в возрасте 2,5 месяцев. Отмечалось беспокойное поведение, мальчик засыпал только на руках во время активного укачивания. Но при этом у других врачей до 2-летнего возраста мальчик не наблюдался. Отмечается раннее моторное развитие. Сел мальчик в 5 месяцев, начал ходить уже в 10, но практически не ползал. В 1 год-2 месяца мама заметила, что ребенок как будто перестал ее слышать, стал гиперактивным, и было очень сложно привлечь ее внимание. Сократился лепет. То есть нормальное речевое развитие до 1 года-2 месяцев. Семья полная, папа активно участвует в воспитании ребенка, и часто приезжает бабушка по маминой линии. В дальнейшем проводится наблюдение за ребенком всеми членами коррекционного процесса. В карту входит данная таблица, она заполняется каждым педагогом раз в 3 месяца. Сюда заносятся данные о наблюдении о межсемейном, внутрисемейном взаимодействии. Спасибо большое за внимание, спасибо за активное участие. Передаю слово Катерине Сергеевне. Я немного добавлю. Понятно, что та форма, которую сейчас демонстрировали, это не то, что мы взяли за основу и только этого придерживаемся. Это такая форма гибкая. Мы постоянно ее дорабатываем, что-то ищем новое, добавляем. В эту табличку, которую Мелитина Алексеевна показывала последнюю, мы вносим еще данные о прохождении супервизии по этому ребенку. Супервизии у нас в центре проводятся регулярно на обязательной основе. В этом нам помогает наш клинический директор Ирина Вячеславовна Найдина. Супервизии идут как групповые, так и индивидуальные. И это все отмечается в этой карте, если этого ребенка мы рассматривали. Здравствуйте, коллеги. Сейчас мы поговорим о диагностике сенсорных и индивидуальных особенностей ребенка. Давайте разберемся, что такое индивидуальные особенности. Это уникальная комбинация, состоящая из особенностей здоровья, способности обрабатывать сенсорную информацию, состояние моторики и моторного планирования. Уникальность заключается в том, что не существует на нашей планете двух одинаковых людей. Нам следует обратить внимание на такие особенности, как возможные проблемы со зрением или слухом, апроксии, диспроксии, церебральные параличи, моторные трудности, хронические заболевания, ослабляющий иммунитет, аллергии, ушные инфекции, желудочно-кишечные расстройства, длительный прием антибиотиков и других препаратов. Нам необходимо знать об этих особенностях и учитывать их в работе, поскольку они непосредственно влияют на соматическое состояние и поведение ребенка. Давайте подробнее остановимся на особенностях сенсорной системы. На экране представлены основные сенсорные системы человека. Первые три являются базовыми по теории GeneIris. И вы с ними уже знакомы, поскольку вчера об этом достаточно много рассказывали. Не будем подробно останавливаться. Каждая сенсорная система выполняет не только защитную функцию, но и функцию дифференциации сигналов. И мы можем наблюдать дисфункцию в работе каждой системы. Это может быть гипочувствительность, гиперчувствительность, смешанная форма, а также сенсорный поиск. Стоит отметить, что проприоцептивная система является самой сложной для оценки, поскольку ее дисфункция в чистом виде встречается редко и часто сочетается с симптомами дисфункции тактильной и вестибулярной систем. Давайте подумаем, как происходит собственная диагностика сенсорно-интегративных особенностей, какие методы и инструментарии используются. Мелитина Алексеевна достаточно подробно передо мной рассказала про диагностику, но я быстро повторюсь. Первый метод – наблюдение за поведением ребенка, как говорится, с порога. Затем мы обсуждаем и уточняем выявленные сенсорно-интегративные особенности с родителями. Для более глубокого анализа мы используем анкету для родителей. Она представлена на экране, в которой нужно подчеркнуть особенности поведения ребенка, и педагог затем ее анализирует. Для еще более качественной оценки по желанию родителей можно использовать домашнее видео, которое всегда очень показательно. Затем педагог составляет сенсорный профиль ребенка и учитывает эти особенности в своей работе. Хотелось бы уточнить важный момент. Мы не являемся ведущими специалистами по сенсорной интеграции, но обязаны знать и учитывать в своей работе эти особенности, поскольку они напрямую влияют на качество нашего взаимодействия с ребенком, а качество нам нужно все-таки высокое. Теперь предлагаю немного попрактиковаться в диагностике сенсорно-интегративных особенностей. Мы приготовили для вас видео и предлагаю следующий план работы. Мы смотрим видео, делайте, пожалуйста, заметки сенсорно-интегративных особенностей, которые вы увидите во время видео. Затем мы по схеме будем обсуждать эти особенности и составлять сенсорный профиль. Просьба остановить видеотрансляцию и не снимать, не фотографировать, не снимать. Начинаем. Ну да, засыпай в руку. Засыпай, Русские, засыпай. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. На меня? На меня наклониться? Ой. Еще наклониться? Опа, а где фасоль-то? Где фасоль-то? Опа. Еще? Сейчас, подожди, наклон. Опа, так много фасоль-то. Давай еще. Опа. Вот этот душист фасоль. Сейчас я наклонюсь сначала. Давай еще. Подожди. Жди, сейчас я наклонюсь. Раз, два, три. Опа, а где фасоль-то? А где душист фасоль-то? Опа, а где фасоль-то? А где фасоль-то? Опа, а где фасоль-то? Ой, даже там. Даже на сне фасоль. Ох. 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 Смешно. Ох. Смешно. А где фасоль-то? Здорово. Здорово. Иди. Ой, ой. А где ты меня? Еще один. Вот он. А у меня есть вот такой шарик. А у меня есть вот такой шарик. А у меня есть вот такой. Вот он как. Ой, извините, я не долетел. Вот он напрыгнул. Какой шарик. Вот. Два, два, три. Ох, я достала. Упал. Ой, он подголовки. Упал. Ну, что-то. Сейчас будем выкидать в руку. Сейчас беру ее. Раз, два, три. Упал. Раз, два, три. Упал. Раз, два. Упал. По головушке. Раз, два, три. Ура. Раз, два. Три. Катя. Раз, два, три. Молодец. Ура. 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 Итак, мы посмотрели видео. Конечно, по маленькому отрезку видео сложно сделать полную диагностику, но мы с вами попытаемся хотя бы чуть-чуть продиагностировать из тех особенностей, которые мы могли наблюдать. На экране вы видите описание феноменов дисфункции вестибулярной системы. Я не буду их перечислять, это займет много времени, вчера об этом много говорили. Посмотрите, пожалуйста, что из перечисленного вы наблюдали. Давайте будем обсуждать и отмечать. Повыше чуть-чуть, смотрите. Мы выделили две особенности. Любит кружиться и крутить головой. Прыгает на батуте. Снижена чувствительность спинки. Смотрите, мы выделили две особенности. Про спину мы не выделяли так глубоко, мы не будем сегодня заходить. О чем мы можем сделать вывод? Что вестибулярная система гипочувствительная. Переходим дальше. Мы можем поставить на первую встречу, мы можем гипотезу выдвинуть, которую мы будем впоследствии на протяжении нескольких занятий либо подтверждать, либо опровергнем ее. Давайте рассмотрим тактильную чувствительность. Тут много чего, читайте. Боится щекотки. Еще раз. Руки не используют. Помните, где педагог фасоль закидывала в футболку за майку ребенку, растирала его? Здравствуйте. Испытывает неприятное ощущение при касании и объятии. Чрезмерно боится щекотки. Избегает использовать руки для игры. Убирал руки. У кого-нибудь есть? Другие мысли? Он очень активно использовал песок. Он хотел ковыряться в песке. Это была фасоль. Фасоль, простите, слепая. Да, да, да. Педагог засунула фасоль, насыпала фасоль ребенку за майку, и ему это нравилось. Ему это нравилось, он не был против. Давайте отметим. Любит касание щекотку и... Ох, простите. У меня почему-то не хочет выделяться, но ладно, мы скажем это так. Нравится, когда его растирают. То есть фасоль мы приравняем тут к этому. Да, согласны? Сделаем вывод, что тактильная чувствительность у нас по гипочувствительному типу. На самом деле тут можно долго копаться, просто мы не можем настолько глубоко, да, поэтому... Далее, проприоцептивная система симптомы дисфункции на экране. Далее, давайте вспомним. Давайте вспомним. На самом деле, когда ребенок ставит бензи на панель. So, he doesn't feel the force with which he affects others. The next symptom, you have not seen it on the video, but we still highlighted it, because our teachers, our therapists, see this. The child likes jumps, high jumps. Not the trampoline jumps, but when the child has a solid ground, like the floor, so these heavy jumps. And we can observe this with many children, and Luca is also typical for this. Such a clear, very clear understanding. Давайте, немножечко помогу, потому что долго будем читать, вы можете все это сфотографировать, да, потом изучить подробнее. Помните момент, где Лука прыгал на батуте и наблюдал за тем, как педагог подкидывал свой шарик? У нас в видео попал, конечно, маленький фрагмент этого действия, но ребенок так делает постоянно. То есть он любит наблюдать за повторяющимися какими-то действиями, движениями. Мы это отметим. Здесь у нас только один симптом и ярких особенностей следующих представленных систем, слуховой, обонятельной и вкусовой, мы с вами на видео не наблюдали. Но хотелось бы вас с ними ознакомить, сфотографируйте, посмотрите, прочитайте, запишите. Можно дальше переключать, успели? Если что, мы вернемся. Абоняние, да, можем наблюдать у многих деток. Далее перехожу. Успели? Хорошо. Назад. Назад. Дальше. Угу. Дальше. Угу. И вкусовая чувствительность. Насчет разборчивости, гиперчувствительности, конечно, родители дома это чаще наблюдают, чем мы, да, все-таки. Гиперчувствительность мы тоже можем наблюдать, когда ребенок пытается съесть несъедобные предметы. Дальше. Могу, да? Угу. Конечно, все особенности невозможно было увидеть на коротком видео, и наша диагностика получилась неполной. Мы покажем вам немного дополненный профиль, который получился после диагностики уже нашими специалистами и после коррекционной работы даже с этим ребенком. Как видите, мы добавили в таблицу внизу гиперчувствительность слуховой системы, поскольку ребенок слабо реагирует на обращенную речь и с трудом определяет источники звуковых сигналов. Сенсорный профиль мы используем в дальнейшей работе. Он помогает понять, что в процессе взаимодействия специалиста и ребенка мы можем использовать с удовольствием. От чего нам следует избегать? Вот как раз избегание в большей степени относится, когда мы выявляем гиперчувствительность. Спасибо большое за внимание, за вашу активную работу, участие. Я передаю слово коллеге своей, Шишкиной Светлане Александровне. Вопросы можно будет. Я хотела бы пока смена спикеров, хотела бы еще раз сконцентрировать ваше внимание на том, что из команды, которая представляет, у нас нет эрготерапевта. Мы делаем этот анализ для того, чтобы понимать, как лучше всего взаимодействовать с ребенком. Что в своей работе использовать, а чего избегать. Цель вот этого анализа именно в этом. Как простроить? Если есть проблемы, и мы понимаем, что необходима помощь профессионала, то, безусловно, подключается профессионал. Так же, как вот когда Мелитина рассказывала про семейную составляющую, если мы видим, есть сложности, то мы обязательно в работу подключаем психолога. Здравствуйте, коллеги. Я хочу поделиться нашим опытом оценки функционального и эмоционального развития ребенка и составления его профиля развития. Вам уже много рассказывали о ступенях функционального и эмоционального развития, поэтому я не буду сейчас на этом заострять внимание. Напомню только, что первые три ступени являются базовыми, и на их основе строятся уже, осваиваются все последующие ступени. К сожалению, часто бывает так, что при высоком функциональном и интеллектуальном развитии остаются недостаточно достигнутыми первые три ступени. Именно поэтому очень важно правильно оценить уровень функционального и эмоционального развития, чтобы понять, где существует пробел, то есть недостаточное развитие, чтобы правильно поставить цели и задачи для своей работы. Сегодня мы с вами постараемся на примере нашего случая потренироваться в определении особенностей, которые мы можем наблюдать при освоении каждой ступени. Итак, каким же образом мы оцениваем обычный уровень функционального и эмоционального развития? К сожалению, не существует какой-то одной методики, чтобы очень быстро за пять минут ответить на этот вопрос. Нам нужно с разных сторон посмотреть на ребенка, составить очень много информации, взять, чтобы понять, на каком уровне развития он находится. Конечно, мы, как видно из таблички на слайде, мы очень много за ребенком наблюдаем. Как правило, нам необходимо минимум 3-4 встречи для того, чтобы понять и увидеть все его особенности. Дальше мы продолжаем наблюдать, так как нам важно оценить вовремя его динамику в развитии и изменить свои цели и задачи в занятиях. Очень важно также просматривать видео. Мы ведем видеосъемку занятий для того, чтобы в спокойной обстановке заметить какие-то нюансы. Очень полезно бывает просмотр домашних видео, которые нам присылают родители, так как ни для кого не секрет, что в домашней обстановке с родителями дети покажут себя даже с несколько необычной стороны. А нам нужно его в любых ситуациях увидеть. Конечно, беседа с родителями, она в любом случае для всех специалистов важна. Хочу немножко рассказать про анкетирование, потому что у нас есть особая анкета, которая заполняется самими родителями. В этой анкете родители могут оценить особенности, которые они наблюдают в поведении ребенка и соотнести эти особенности с каждой ступенью. Также здесь можно отметить, как часто они их наблюдают. И в итоге родители видят, какая ступень ребенком освоена, какая не очень, и над чем можно еще поработать. Также анкета интересна для специалистов не только в том, что это дополнительная информация, а также это такой некоторый инструмент, который позволяет родителю лучше понять, чем занимается специалист, так как у нас флортайм очень активно привлекает родителей. А здесь родитель тоже является как бы таким экспертом по развитию ребенка. Плюс, если к этой анкете возвращаться, родитель может иногда заметить динамику развития. То есть, ух ты, мы вот здесь еще контакт поддерживали один раз, и через какое-то время, оказывается, он это может делать значительно больше. И это является дополнительным мотиватором к работе с ребенком. Давайте приступим к практической части нашего мастер-класса. Сейчас я вам предлагаю ознакомиться с нашим видео. Скажу, что это видео одно из самых-самых первых при работе с данным ребенком. Так как мы смотрели при предыдущей презентации тоже видео с этим ребенком, они были сняты в разное время, чтобы нам не путаться в оценках этого ступени. Давайте мы будем оценивать конкретно вот это видео, чтобы нам было попроще. Сейчас я вас попрошу выключить записывающее устройство и остановить видеотрансляцию. Мы сейчас смотрим видео, потом обсуждаем. И, пожалуйста, фиксируйте все особенности, которые вы заметили. Как? Тут включается видео. Держи. Так, не дай себе. Ну-ка, сам попробуй. Ну-ка, не надо, не убегай. Убегай, два мяча. Давайте я поживу. Давай. Еще один. А нужно тогда вторую взять. Они, конечно, забивали. Ой, две мячи разкидались. Убежали все мячи. И, куда положим? Положим. А давай мы отмечем. Да, мы сюда. А, они падают. А, они падают. Аккуратно, аккуратно. Так, аккуратненько, ладно? Я буду ходить. Я? Да, я попала. Ура. Держи, рука. Держи. Еще один мяч. Ой, а он у зайчика. У зайчика. Ну, не дай. А я буду лазить. Давай. А, я буду лазить. А, куда же они делись? Прятались у нас мячи? Куда спрятались мячи? Боже, мяш. А где в стороне? А у меня нет. У меня нет. У меня нет мяча. Нет. Я знаю мяч. Заяц, пойдем. Я знаю мяч. Стоп, стоп. Заяц, хорошо. Тебя теперь легли. А дай мне одну. Ну так, дай мне, пожалуйста, одну. Бам! Ой! Бам! Я тоже хочу. Я тоже хочу. Идать. Спасибо. Ты хочешь себе еще одну? Еще одну? Ой! Что-то он упал. Что-то он упал. Давай, на. Иди. Пойду. Би сразу. Иди. Иди. Ти. 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 Вторую, что это? Вторую? Вторую? Я не что, я не понял. Ой, почему? И раз, и два. А давай-ка мы покатаем. Покатилась, 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 покатилась. Покатилась, 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 покатилась. Ох ты, вау, я так живу. Раз, кот. Где? А у меня, вот же он. Раз, два, три. Ух ты, раз. Упрыгал. Ух ты, раз. Раз, два, три. Ой, а где мяч? Не желаю мяч. Вместе мы начнем? Вместе? А, вот так, вот так, да. Покатилась, у нас мяч катится, катится. Прыгает. Прыгает. А, прыгает. А, прыг. 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 Катится-катится-катится и прыг, и прыг, покатилась-покатилась Достаточно много было моментов, когда Светлана Александровна провоцировала Луку Это были самые первые наши встречи, для того чтобы нам определить Цель этих встреч была определение профиля ребенка Итак, мы посмотрели видео, предлагаю приступить к обсуждению Перед вами на слайде особенности, которые мы можем наблюдать на первой ступени функционально-эмоционального развития Посмотрите, пожалуйста, внимательно, как вы думаете, какие из перечисленных особенностей вы могли заметить на видео? Эмоциональная реакция на отношения была Да, это было явно видно Совместное внимание наблюдали? Да, действительно, единственное, что это было очень мало и очень редко, но было Сохранять спокойное состояние саморегуляция может? Нет, но здесь имеется в виду, что мы посчитали, что спокойное состояние в том плане, что моментов фрустрации мы не наблюдаем То есть, да, игра такая хаотичная, неспокойная, но ребенок в достаточно спокойном состоянии, нефрустрированном Спокойный интерес во время игры без признаков стресса Наблюдали? Немножко с вами не соглашусь Мы действительно наблюдали интерес во время игры, но, к сожалению, он не был спокойным То есть, его внимание скакало, и то, что здесь не было такого, что он спокойно наблюдал Поэтому не могу согласиться, что это был спокойный интерес Целенаправленная реакция на видимые предметы, звуки прикосновения Да, абсолютно согласна, мы наблюдали это тоже Проявляет ли интерес к внешности значимого взрослого? Ну, согласна с вами, то есть, здесь ребенок занят свою игрой, не обращает внимания на взрослого совсем Интересует ли его внешность, здесь непонятно на видео Радуется ощущению близости? Нет, нет, да Проявляет, видимо, интерес и внимание к игрушкам? Да, это тоже видно, что да Спокойно исследуют объекты? Спокойно Нет, не спокойно, да Спокойно исследуют текстуры предметов? Нет, тоже Спокойно реагируют на прикосновения взрослого? Да Заметили? Ну, было несколько моментов, когда были случайные прикосновения, и у ребенка была, да, абсолютно спокойная реакция Отходя от взрослого, продолжает поддерживать с ним контакт с взглядом, жестом и вокализацией? Нет Ну, нет, он, может быть, следил за самим мячиком, но за взрослым? Нет, не поддерживай, да Инициирует ли физическую близость ко взрослому? Нет, тоже нет, согласна Социально общается со взрослым во время игры? Нет Мы с вами отметили достаточно много пунктов в первой ступени Некоторые пункты остались неотмеченными Это не значит, что вот в других ситуациях ребенок бы их не проявлял Просто мы сейчас оценим только наше видео Именно поэтому нам важно с разных сторон посмотреть на ребенка и как можно дальше понаблюдать Чтобы, ну, более полное было представление Давайте теперь подумаем, насколько эта ступень освоена Вот она, наверное, в какой-то степени достигнута Это как у нас было много отмеченных пунктов Как вы думаете, она минимально освоена? Нет Может быть, с поддержкой проявляют островки навыка и не постоянно? Или, может быть, при наличии структуры высокого уровня поддержки может расширяться? Да Да, я с вами соглашусь Мы тоже считаем, что при наличии вот высокого уровня поддержки Здесь же мы используем сенсорные особенности Ребенок прыгает на батуте, следит мячиком Ну, то есть он в такой поддерживающей среде Плюс эмоционально насыщенно То здесь он может на более высокой ступени Ну, более полной, немножечко функционировать Вторая ступень Вовлечение и общение Давайте подумаем, что из этих особенностей мы могли наблюдать Способен различать интонации голоса, оттенки выражения лиц, намерения взрослых? Нет, еще, да, этого мы не видели Отвечает на инициативу взрослого Да Ну, было несколько прям моментов мимолетных, когда, ну, было такое Но не всегда, согласна Он, ну, там были моменты, когда я предлагала ему, да, мячик Он его брал, либо он за ним следил Ну, то есть, ну, какие-то мимолетные моменты, да, но он очень быстро выключается из контакта Демонстрирует предвкушение во время игр Заметили? Ну, вот прям немножко, совсем чуть-чуть было, да, заметно Когда он прям ждал за мячиком, да, когда он будет прыгать Да А выделение значимых взрослых, ну, мы, наверное, не заметили на видео, конечно Проявление близости Это тоже не было видно на видео, да Устойчивый радостный блеск в глазах и радостная улыбка А здесь С одной стороны мы видели, что ребенок был радостный Но, во-первых, эта радость была нацелена не на взрослого, не на социальную установку, а на самого себя, да Ну, на игру с мячиками И здесь точно это был не устойчивый, да, в отношении взрослого эта реакция была Отвечает на сигналы взрослого, закрывает коммуникативные циклы Да Да, мы могли, например, да, в конце видео заметить, как он наблюдает за игрой И тоже, ну, немножко подключается и замечает эти сигналы Как вы думаете, насколько хорошо освоена вторая ступень? Может быть, минимально, даже с поддержкой непостоянно Третья Эксперты, не подсказывайте У нас немножечко все-таки не так Мы немножко были строги А, третья, фу Я подумала, что третья чуть повыше Тогда полностью с вами согласны Садитесь пять Да Садитесь пять Действительно, с постоянной поддержкой может проявлять островки навыка, и то не постоянно Давайте приступим к обсуждению третьей ступени То есть, насколько у нас развита двусторонняя целевая коммуникация Заметили ли вы рецепрокность? Ну да, то есть, когда взаимодействие сначала я, а ты, потом ты, я По очереди По очереди Нет, такого действительно в видео взаимодействия не было Целенаправленная улыбка? Нет, опять же, улыбка была, но она была не целенаправленная Ой, я уже выделила И не на взрослого подсказка у вас Так, разные формы взаимодействия, сопровождающиеся эмоциями, звуками, жестами для передачи намерений Ну, мы видели какие-то отдельные эмоции, отдельные жесты для передачи намерений Но они были разрознены совсем немножко и точно не разнообразные Поэтому мы не можем отметить, как здесь, как будто бы они у нас были Инициируют намеренные действия с объектами, находясь во взаимодействии со взрослыми Я уже отметила, да, ну, да, мы это наблюдали Инициируют целенаправленную и преднамеренную игру с предметами Да, в конце у нас немножко Да, мы могли заметить, что такая игра периодически у него встречалась В процессе коммуникации используют невербальные средства Да, да, тоже наблюдали Это немножко были жесты, вокализация и взаимодействие Да, такое невербальное, оно немножко было Итак, третья ступень, как вы думаете, освоена минимально? Или островки навыка с поддержкой непостоянно? Давайте немножечко помогу У нас немножко, так как мы ребенка знаем не только по видео, а немножечко подольше Мы считаем, что третья ступень на данном уровне все-таки развита не очень хорошо То есть он проявляет островки навыка с постоянной или непредсказуемой поддержкой Но, с одной стороны, на предыдущем слайде мы как бы много отметили, да, того, что мы могли заметить Но все эти взаимодействия со взрослым, они мимолетные, там нет большого количества коммуникативных циклов Это все только начинает развиваться, поэтому, на наш взгляд, третья ступень развита вот как, именно как островки этого навыка Итак, вот, островки навыка мы отметили Итак, четвертая ступень, сложная коммуникация и совместное решение социальных задач Как вы думаете, было ли видно на видео, что Лука умеет отличать чужие действия своих собственных? Ну, на наш взгляд, это не было видно Лука еще не совсем оценивает себя как отдельную личность и не может разграничить действия свои от чужих Может показать, что хочет и добивается желаемого? Ну, были моменты, да, когда он хотел мячики взять, когда он хотел вот эти вот, ну, круглые штучки взять Да, и он на них показал и замечательно получил Может ли регулировать настроение и поведение? Нет, данный момент еще, к сожалению, не может и на видео не видно И действительно, вот данный вид еще не может этого делать Управляет сильными чувствами с помощью эмоциональных знаков или переговоров со взрослыми Конечно, нет, мы это на видео тоже не увидели Наличие невербальных средств коммуникации Да, не очень большой спектр этих невербальных средств, но тем не менее, немножко некоторые мы замечали Наблюдают за закономерностями и используют их в игре с предметами Да, были моменты, согласно, когда он катал мячик, потом его подкидывать пытался Но здесь эта игра была больше несколько хаотичная, такая стихийная И какие-то закономерности, что сначала мы делаем это, потом делаем это, берем Ну, вот в таком плане, что на четвертой ступени мы должны были увидеть Вот такого здесь не было, поэтому не отмечаем Наблюдают за закономерностями и используют во взаимодействии, ну, со взрослыми уже Но также мы здесь не наблюдали, потому что игра была больше как, ну, больше предметно-манипулятивная такая То есть без каких-то выделения закономерностей Разнообразная реакция на различный эмоциональный настрой взрослого Видели? Не видели И всего остального, то есть инициатива контакта для достижения цели Да, мы тоже не наблюдали Имитируют или копируют новую идею, включают в игру Ну, здесь мы видели немножко, как он копировал идею, что можно делать с мячиками Но это было как именно немножко манипуляции, такое копирование, которое не переносилось в другие, скажем так, ситуации И мы не можем здесь сказать, что он вот прям полноценно имитирует или копирует эту новую идею Поэтому не будем отмечать И получается, что мы отметили всего лишь две особенности Как вы думаете, четвертая ступень Сразу же правильный ответ, молодцы Действительно, мы тоже считаем, что четвертая ступень в настоящий момент освоена минимально Потому что на данной ступени мы должны были наблюдать длинные цепочки взаимодействия, решения социальных задач В данном случае у нас действительно только на минимальном уровне Пятая ступень, она пока не достигнута Ну, для ознакомления вам слайд, где можно ознакомиться с особенностями, которые мы могли бы наблюдать на пятой ступени Ну, то есть самое главное, что здесь появляется, это осознанная речь Развивает символы, развивает понятия, символическая игра, начинается сюжетно-ролевая появляется И шестая ступень, также пока не освоена Это логическое мышление, она здесь появляется Ребенок начинает спорить, задает много вопросов и на них отвечает Итак, мы с вами обсудили каждую ступень Теперь у нас получился такой сводная табличка Это профиль функционального эмоционального развития Где мы можем наглядно увидеть, какая из ступеней наиболее освоенная То есть уровень освоения каждой ступени Нам необходима эта табличка для того, чтобы иметь представление о развитии каждой ступени И правильно поставить цели и задачи для своей работы Конкретно в данной табличке мы видим, что наши самые базовые три ступени Они еще развиты совсем немножко и нуждаются в дальнейшем освоении Поэтому на самых начальных этапах работы с ребенком Мы ставили своей целью работу и развитие на первых трех ступеней Ну то есть это работа над саморегуляцией, совместным вниманием Развитие контакта, развитие инициативы у ребенка Ну то есть самая основная цель здесь была Это налаживание теплых эмоциональных отношений и развитие больше контакта Когда у нас проходит какой-то период занятий с ребенком Мы возвращаемся к этому профилю Так как нам важно вовремя оценить динамику И далее уже в зависимости от ситуации ставим новые цели и задачи Вот я немножко вас ознакомила с тем, как у нас в центре происходит работа По оценке функционального и эмоционального развития Надеюсь, что данная информация была для вас полезной Спасибо за внимание Знаете, вчера было совершенно чудесное выступление Ирины и Саши И я узнала, что некоторые люди для себя вынесли одну такую фразу Что в нашей работе важен процесс и не важен результат В плане, когда мы работаем на первых трех ступенях Когда для нас важно налаживание контакта Когда для нас важно показать ребенку, что его инициатива для нас значима Когда нам нужно показать, что и мы в этой игре что-то значимы И что с нами перекидывание этих мячиков значительно приятнее и прикольнее, чем в одиночку Здесь основная цель, чего мы достигаем Это как раз это взаимодействие, вот этот процесс То есть сам процесс является целью Но это не единственная цель Когда мы смотрим на этот профиль Он бывает совершенно разный Но вот у Луки так И мы понимаем, над чем именно мы работаем Мы понимаем, что у него еще не на возрастном уровне Его способности к саморегуляции совместного внимания Не на возрастном уровне поддержания контакта со взрослым Не на возрастном уровне его инициативы собственной Именно поэтому, когда вроде как со стороны, казалось бы, перекидывания мячиком Но специалист держит в голове вот эти самые цели, над которыми он работает В результате проведенной диагностики для Луки Был составлен такой реабилитационный маршрут Регулярные индивидуальные занятия с логопедом-наэропсихологом Лука невербально пришел, не разговаривал Сейчас он говорит у нас Все занятия в подходе Дирфлортайм Они отличаются занятия Дир-логопеда от занятия, в данном случае, нейропсихолога Было рекомендовано родителям пройти курс Дир-101 Для того, чтобы мы на одном языке разговаривали, они понимали, что мы делаем И нам проще было объяснить, что происходит на занятиях И чтобы они с чувством и толком подходили к этому Понимали, что они делают дома Активно включать родителей в игровое взаимодействие на этих индивидуальных занятиях Последующее включение в занятия коммуникативной группы Дирфлортайм Эта задача нами вот сейчас, на данный момент реализовывается, через год Исследование слуха, потому что сложности с пониманием обращенной речи Мы обязаны исключить момент сложности обработки этой информации В том числе вызванные потенциалы для того, чтобы понять вообще фономатический слух на каком уровне И после этих исследований консультация от ларинголога Вот, собственно, с этим мы слухой и начали Вот год отработали Есть ли у вас какие-то вопросы? У нас осталось достаточно времени Мы старались Здравствуйте, я вот услышал только что от вас, что данный ребенок подходит под Дирфлортайм А какие дети не подходят? Какой педагог не подходит, я бы так сказала Мне сложно представить ребенка, которому бы не подошел флортайм Может быть, я не права, но мое глубокое убеждение в том, что любому ребенку естественно играть Любому человеку естественно, чтобы его услышали Любому человеку естественно, чтобы уважали его выбор Собственно, флортайм об этом Здравствуйте Спасибо за такую презентацию Хотелось бы узнать о саморегуляции эмоциональной Саморегуляция – это, получается, умение управлять своим поведением, эмоциями Вот, скажите, пожалуйста, каким образом вы осуществляете и формируете мотив именно Управлять своим собственным поведением, как вы формируете этот мотив Какие-то правила у вас существуют И вообще, существуют ли правила Мы регулируем поведение свое на основе каких-то нормативов, которые существуют в обществе Вот как с детьми-саутистами А вы были в первой половине, когда выступала Аманда? Была, вот как раз и возник вот этого Аманда очень чудесным образом рассказала про эту саморегуляцию Саморегуляция в любом случае начинается с педагога Ты, вот, я всегда на своих курсах 101-х привожу пример со своим ребенком Со своим сыном Он родился такой достаточно сложный мальчик И прошел сложный путь в своем развитии Мне приходилось много уезжать И когда я уезжала из города, муж оставался с ним И я в тревоге вся была Я переживала, как же они, да как Накормили, уложили, там потерли, не потерли И когда я приезжала, он говорит, слушай, это был ужас Я готов был повеситься А в те моменты, когда я уезжала и сама себя успокаивала То есть я запрещала себе думать вообще об этом Ситуация была ровно наоборот И другой пример Саморегуляция на себе Когда младенец Ну, я это на своем опыте Наш сын первые три года не спал Ну, вот это был непрекращающийся ужас И я на тот момент интуитивно нашла этот прием А потом нашла подтверждение этому Я клала его на себя И начинала дышать Так, как будто я сплю, я спокойно И он успокаивался тоже Вот это пример саморегуляции Поэтому в любом случае Даже с детьми, которые к нам приходят Мы начинаем с себя Если ребенок в истерике бьется И ты весь вот такой Ты не сможешь помочь ему саморегулироваться Это как раз то, о чем говорила сегодня Аманда Таким образом ребенок получает опыт саморегуляции Через взрослого Ну, в том числе Собственная саморегуляция Да, конечно Я хотел бы уточнить нюанс Вот, кстати В эту сторону лучше без них видно Вот Нюанс Вы задаете вопрос по поводу Социальной регуляции поведения Есть разные уровни Социальная регуляция эмоций и поведения Если мы найдем У вас тут есть уровни? Ладно В общем, там были наши уровни По которым мы рассказываем С первого Да, ну вот То есть есть у нас Саморегуляция и внимание Это Давайте разделим Про это сегодня никто не говорил Не знаю Но важно разделить Есть саморегуляция Есть самоконтроль Это два разных абсолютно Явление Самоконтроль Это тогда, когда мы себя контролируем Через волю Ну, то есть Я что-то не должен делать То есть я что-то Я не должен сейчас там Говорить неправильно Или я должен говорить сейчас Как-то своеобразно То есть Или я не должен там прыгать Ну вот Какие-то вещи Это тратит волю Воля тратит энергию Энергия Это глюкозные запасы Потом мы идем И едим И восстанавливаем Энергетические Саморегуляция Это процесс Это свойство нашего организма Приходить в гомеостаз Ну то есть В состояние баланса Когда мы Одновременно активны И не перевозбуждены Либо не переустали Ну, не переутомлены Собственно Саморегуляция Развивается Как сказала Аманда сегодня Соорегуляция Совместная регуляция Саморегуляция Это процесс развития саморегуляции На уровне 4 Решение социальных задач Там Это ступень Достаточно обширная Огромная Там Множество способностей Одна из них Это решение социальных задач Другая из них Это формирование самосознания Третья Это социальная регуляция Эмоций И поведения То есть Когда ребенок достигает Четвертой ступени Мы к нему Когда он начинает Ориентироваться Постоянно находиться В потоке Со взрослым человеком Аудичный ребенок Выходит из этого потока Он находится Знаете Так Вот как островки Я здесь А теперь я здесь С тобой общаюсь А теперь я здесь Общаюсь Это не постоянный процесс Это не времена Линия Когда ребенок Наша задача На первых порах Сделать так Чтобы мы хотели Сами общаться С ребенком постоянно Это трудно 20 минут Уделить внимание Ребенку Не отвлекаясь На телефон На телевизор Или пойти Попить чаю Это очень сложно Ну то есть Это 20 минут Времени Это прям много Вот А мы хотим Чтобы ребенок Точно так же Бессознательно В итоге Помнил про то Что значимые взрослые Где-то рядом Как маленький ребенок Делал комнату Она все еще не исчезла Из его мира Где-то там Она сейчас придет Он бессознательно Ожидает увидеть маму Собственно Когда ребенок Достигает этого потока Появление у него эмоций Он уже умеет Их выражать До того Как они превратятся В аффект Вот Собственно Отсюда же берутся правила Ребенок Находящийся в потоке общения Уже ориентируется На взрослого Значимого человека И берет те правила Поведения Которые сейчас существуют В его семейной системе И поэтому Когда мы приходим В песочницу Мы видим взаимодействие Двух семейных систем Один такой берет Лопатку Одну На двоих Второй такой Это моя лопатка Он такой Нет Бумом по голове Вот И разругались Разошлись По 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 Мамам Одна мама Или папа Говорит Слушай Ну что ты Надо было треснуть в ответ А вторая говорит Вообще не надо было Брать чужую лопатку Ну то есть Как бы У них абсолютно разные Решения конфликтов И разные взаимоотношения В семейных системах То есть И Это уже Социальный уровень Это очень высокий Если говорить про практику Флортайма А про это мы больше говорим На 201 уровне На самом деле Чем сейчас У нас есть Несколько Майлстоунов Как бы Столпов Событий Которые мы хотим Увидеть в работе Флортайма Один из них Это достижение Контакта у ребенка Когда только ребенок Доходит контакт Когда у него появляется Способность к контакту Он сразу меняется Вы это увидите То есть Пришел ребенок Неконтактный ребенок Зайдя в это помещение Увидит только экран Условно скажем Либо любимый объект Он не увидит Уже здесь сидит Миллион человек Вообще Даже не обратит Внимание на них Контактный ребенок Зайдет такой Не я пошел отсюда Спасибо То есть Он уже обращает внимание Бессознательно на то Что лицо человека Это что-то для него значимое Он уже ожидает увидеть Это важный момент Второй момент Это достижение ребенком Четвертой ступени Потока общения Как только ребенок Выходит на уровень Потока общения Он всегда бессознательно Общается со значимым Не только со значимым Вообще со всеми людьми И следующий важный этап Как только ребенок На основании этого потока Он переходит в абстрактный мир Абстрактный мир Это когда у меня есть Представление об объектах Когда у меня есть Представление о разных Свойствах объектов И о том Какие конкретно объекты Какие хочу видеть И тому подобное Вот эти три Важных этапа в работе И в развитии ребенка Все я заканчиваю Собственно Это Да Собственно Это три самых важных Сложных этапа Которые в работе Достигаются Большим трудом И вкладыванием Всех специалистов Про что сейчас Лена говорила Это очень важно Потому что это Много дисциплинарная работа Все Спасибо Вот Это Александр Это было краткое резюме Работы последних двух дней Да я так понимаю Можно было с этого начать С этим закончить Разойтись Все Все-таки давайте дадим Вот там два вопроса было Руки давным-давно Я прошу четко вопрос Да Четко ответ Потому что время Спасибо большое Все было очень интересно Но вот такой Интересный вопрос Детки с раз Это прекрасно Да Как бы образно Но Есть такие наши детки Которые еще У них умственно Осталось И нелегкая И даже не умеренная А тяжелая Степень Как работать По этой методике С такими детьми Они же вообще Мало того Что полевое поведение Еще и здесь Как бы понимания нет Вот как использовать Вашу методику В работе С такими детками Спасибо большое За вопрос Вообще Мне флортайм Нравится Как раз тем Что Его можно использовать Не только С детьми С аутизмом Даже при глубокой Умственной отсталости Есть базовые эмоции Да Базовые эмоции Они есть Удовольствие Неудовольствие Удовольствие Неудовольствие В любом случае Есть Два слова Буквально Здравствуйте Да У Алены Большой опыт В этом Мы пытаемся Внедрить Принципы Флортайм В палеотивной помощи Белорусский детский хоспис Как раз Работа с тяжелыми Детьми С множественными Нарушениями В том числе Неврологическими В том числе С умственной отсталостью Невербальные дети И вот я скажу Просто кратко Буквально Поддержку Вопроса вашего Вопрос очень важный И то что говорит Елена Вот с такими Детьми Флортайм Идет великолепно Потому что Представьте себе Ребенок лежит Допустим На аппарате Искусственной вентиляции Легких К нему подключена Капельница И вот подходим Мы к нему С какой-то системой Мотивации А он измучен Медицинскими процедурами У него нет сил Реагировать Но когда к нему Подходит Та же самая медсестра И вначале Устанавливает Контакт эмоциональный И потом Ребенок видит Что его понимают Происходит волшебство Ребенок Движется навстречу И проявляет Максимум своих возможностей Даже если они Крайне ограничены Спасибо Спасибо Ален Большое Микрофон Пожалуйста Кто слышал Что сказали Микрофон Повторите Пожалуйста Детскому хоспису Белорусскому Аплодисменты Спасибо На самом деле Теплые отношения Все чувствуют Абсолютно Еще вопрос Да У меня вопрос Давайте еще один вопрос И дальше Наши короткие комментарии Короткий ответ будет Дело в том Что многие родители Стараются использовать По максимуму Возможностей Вводят детей В 100 миллионов центров 500 миллионов методик Как вы относитесь К совмещению То есть может ли тот же Лука Ходить там еще В другие центры Которые используют Может даже принципиально Разные методики Он ходит Смотрите На мой взгляд Вот если бы спросили Подошла бы мама И спросила На мой взгляд Не очень правильно Кидаться во всем В разные углы Правильно выбрать Одно направление Должна быть команда Командная работа У нас с Лукой Получается так Он ходит Еще к одному логопеду На занятия И у нас с ней связь Мы постоянно Поддерживаем эту связь Она не работает По В принципах Флортайм Но именно В этих принципах У него пошли Первые слова В наших занятиях Когда мы вышли За пределы Кабинета Ему так захотелось Это был Ресепшн Где мы подкидывали Игрушку И вот это первое слово Осознанное Дай Пошло именно Вот на этой Эмоционально заряженной Игре Я считаю Что если Есть разные специалисты В разных центрах Потому что иногда Бывает сложно найти Где эта команда Важно их объединить Важно чтобы Между ними был диалог Чтобы не было Один В лес Другой под рова А какие-нибудь Разовые истории Ездят на Это был четвертый вопрос В вашем исполнении Коллеги Можно Ну давайте дадим Еще возможность Вот Все-таки Последний Да И Ага Ну я просто По времени Смотрю Еще один Можно вопрос Задать Микрофон Верните Пожалуйста Отдайте микрофон Спасибо большое За ваш доклад Очень интересно И то что Предоставлено С практики Знаете Мы все здесь учимся И вопросы Может быть для специалистов Покажутся немножко Странными Но все же бы хотелось Для себя уяснить Вот такой вопрос Вот ребенок В определенный С определенным специалистом А у вас я так понимаю С определенной командой Специалистов Проходит вот эти вот Ступени И он Ну наверное Практически Всегда Ну практически В зависимости от Гомеостаза Состояние всего всего Показывает Какой-то уровень От и до Как в парадигме Флортайма Представляется Он везде Должен выйти В любых других Своих коммуникациях На этот же уровень Или придя К другому специалисту В другой центр Я не знаю На день рождения Он опять начнет С того нуля И опять Ему Его нужно будет Настраивать По вот этой вот Цепочке Или все же Предполагается В идеале Что получив У вас Развив себя До такой степени Саморегуляции Самоконтроля Я поняла Ваша Придя в среду Он начнет себя Показывать Но вот там Где вы его Вопрос Если Обобщить Касается Генерализации Полученных навыков Я Можно Я не буду Так умными словами Я просто примером Ладно Из практики Ребенок Который Совершенно Не умел Ждать Если ему Нужно То сразу Все Если Играем То он Обязательно Первый Если он Куда-то Бежит То вот Всех Раздвигая Это Вот такая Свалившаяся Катастрофа После того Как мы В игре Научились Видеть Эти препятствия Мягкие Саша Как вы их Назвали вчера Озадачивание Да Когда На поддержке Эмоциональной Мы ждали Когда же Поедет Этот автобус И он ждал Ему очень хотелось Чтобы он Вновь вперед А я Не-не-не-не Подожди Он вновь стартанул Я так не играю Мы еще не готовы Давай еще подождем Раз Два Он вот Взять Вперед Не-не-не-не-не Еще ждем Еще ждем Не-не-не Ну твой побежал А мой куда Мы же вместе Когда он научился В этом взаимодействии Ждать Мама приходит Спустя какое-то время И говорит Вы знаете Я смогла с ним договориться Впервые Это Я надеюсь Это ответ на ваш вопрос То что То что Ребенок Может Чему может Научиться в игре И выдать в игре Он это переносит Дорогие друзья Наконец-то я дождался Своей очереди И Вот что я хочу сказать Вы знаете Вот Каждый Курс повышения квалификации Каждая конференция Каждый тренинг Это как стакан И вот в этом Стакане Пополняется 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 Компетенции В течение Вот Например Нашей конференции И Для меня Сейчас На самом деле Только что Завершился Гештальт То есть Мой стакан Если полный Не до конца То уже достаточно Для того Чтобы его не считали Полупустым Потому что Все Концептуальные Идеи И Все основные Стратегии Которые используются В Дирфлортайм Вот Сейчас Я получил До конца Полную структуру Работы Каким образом Это используется Вот в практике Всех специалистов Мы увидели Что это на самом деле Не какой-то Хаотичный процесс Куда захотел Туда и метнулся А мы увидели Что это абсолютно Четко Простроенная Иерархическая Система Как по вертикали Ступеней Так и по горизонтали Освоение Этих ступеней И мы прекрасно Понимаем Что в Дирфлортайм Да Есть и система Оценки И критерии Постановки Целей работы И собственно говоря Формулируются Четко Сами цели работы И когда происходит Сам процесс Работы с ребенком Эта цель Работы Всегда держится В голове Она всегда Удерживается Хорошим специалистам И профессионалам Вот я хочу Обратить на это Внимание И очень часто Существует Заблуждение В отношении того Что флортайм Это такие Знаете Поигрусенькие Без какой-то Четкого понимания Что вообще происходит Вот сегодня Мы получили Четкий ответ На четко Поставленные вопросы Есть структура Есть оценка Есть система Постановки целей Есть удержание цели В голове В процессе работы И наконец Есть отслеживание Четкое отслеживание Динамики Я очень благодарен Команде Экспертов Под руководством Елены Вашим И я считаю Что Ну вот мне Честно говоря Не могу сказать Что мне сейчас Можно взять Встать и уйти Я уже все понял Я только начал Понимать Но на самом деле Основная структура Она уже В голову Вошла Вот вам за это Огромное спасибо И конечно Для практиков Этот мастер-класс Был совершенно бесценным Спасибо большое Кофе брейк Кофе брейк Кофе брейк на 15 минут Заметьте Первый раз Еще все Сразу не подорвались И не побежали Хотят продолжения 15 минут Через 15 минут Встречаемся Готовы? Готовы? Хотелось бы Потому что Уже сейчас Начинать Ну давайте Будем начинать Если вы не против Итак Делаем обратный отсчет По методу Артура 5-4-3-2-1 Итак Мы Будем Сейчас Делать Кое-что Что мы обычно Не делаем В формате конференции Но я так обычно Работаю с группами И Я вижу Что это очень Эффективная Задача Мы Действительно Уже Перешли Экватор Конференции Мне нравится Вот этот Вот Это пример Артура Это аналогия Сейчас У нас Стакан Наполовину Наполнен Или наполовину Пуст Или Или Тогда Моя Задача На протяжении Вот этой Вот Сессии Предлагаю разбиться на группы по 2-3-4 человека и обсудить детей, с которыми вы работаете, то есть выбрать какого-то ребенка и поговорить о том, как вы можете те знания, которые вы получили на данный момент, применить в формате работы с этим ребенком, может быть, перестроить эту работу. И, например, в четверг, когда вы снова встретитесь с этим ребенком после того, как вы завершили этот курс, какие вы можете внести изменения в вашу работу с этим конкретным ребенком? Этот курс и вся информация, которую вы получили на нынешний момент, не нацелены на то, чтобы вам дать все инструменты программы Floortime. То есть вы еще не являетесь таким практиком или профессионалом методики Floortime. Мы сейчас не проводим для вас такой экзамен или не даем вам задачу внедрить Floortime полностью. Но с учетом той информации, которую вы увидите на следующем слайде, я предлагаю вам просто подумать о наших личных различиях, об обработке сенсорной информации, о том, как можно просто быть в моменте с кем-то, а не просто делать, делать, делать. То есть быть, состояние быть. Подумайте о тех концепциях, о которых мы говорили, и подумайте о том, каким образом вы сможете с ребенком, с которым вы будете работать в четверг после вот этого курса, работать по-другому, по-новому. Сейчас дам вам 5 минут на дискуссию, на обсуждение. И после этого я, конечно, со всеми поговорить мы не сможем. Хочу дать возможность высказаться всем, вот насколько у нас хватит времени. Хочется от вас услышать, какие у вас мысли. То есть, конечно, мы будем отвечать на вопросы, и мы будем говорить о ваших мыслях. Но мы прежде всего хотим следовать за вами. Мы хотим, чтобы вы высказывали свои идеи и мысли по работе с ребенком на основании той информации, которую вы получили. То есть, мы не просто отвечать на вопросы о вашем ребенке, а поговорить о тех, может быть, мыслях или о том вдохновении, которую вам дала эта программа, о том, как вы можете расширить свою работу, может быть, бросить себе вызов, о чем вы можете мыслить теперь по-другому, к чему вы можете подойти теперь по-другому, поработайте с вашими мыслями, с вашим творческим процессом, что мы можем привнести из флор тайма, или, может быть, вообще, что мы можем принести из концепции ДИР, то есть развитие, индивидуальные различия и отношения в основе работы. Конечно, сейчас у нас нет достаточного количества информации для того, чтобы каждому давать совет по клинической практике, но мы можем хотя бы примерно приложить модель к тем детям, с которыми вы работаете. Итак, я предлагаю вам разбиться на группы и сказать хочу последнее вот, что те, кто слушает другой аудитории, мы тоже хотим пригласить несколько человек с вашей стороны, которые, возможно, поделятся тоже информацией о ваших детях. Мы приглашаем вас тоже выступить, мы вам дадим слово, но у нас будет очередь только из трех человек максимум, поэтому вы там сами решите, как вы там этих троих выберете в своей другой аудитории, но мы не можем позволить себе послушать большое количество людей, поэтому мы постараемся максимально, конечно, но не более трех человек, чтобы было в очереди за дверями нашей комнаты, нашей аудитории. Я надеюсь, более-менее понятно, пять минут вам даю, разделитесь на группы, максимум по четыре человека, поговорить о ребенке или о детях, с которыми вы работаете, подумайте о том, как вы можете с ними работать по-другому, начиная уже с четверга. Спасибо. 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 Уважаемые участники. Уважаемые участники! Спасибо. Прошло уже 10 минут на самом деле. Надеюсь, что все имели возможность обсудить какой-нибудь случай. Хотела бы повториться перед тем, как мы начнем выслушивать разные вопросы, обсуждать, что здесь наши эксперты не дают никакого клинического совета или диагноза. Поэтому цель нашего упражнения именно, как начать думать о нашей работе, используя философию floor time. Поэтому мы бы хотели открыть сцену для ваших вопросов, для ваших выступлений. Кто бы хотел начать? У кого есть история? Здравствуйте! Я педагог, мама ребенка с расстройством аутистического спектра. Хочу сказать огромное спасибо конференции, для того чтобы она расширила очень мои горизонты представлений. Огромное спасибо нашим гостям, потому что, конечно, их опыт все-таки имеет свои особенности, в отличие от того, что у нас в России происходит. Так вот, то, что вынесла я для себя floor time, дает возможность, огромное поле, непаханное поле для взаимодействия с родителями, обучения их игре и взаимодействию со своими детьми. Потому что, ну, родители зачастую не умеют правильно взаимодействовать со своими детьми, правильно играть и бояться этого. Вот. И задача стоит, особенно у нас в России, взаимодействие с родителями идет еще труднее. Потому что, ну, наверное, такая особенность, вот такая вот, мы все равно немножечко по разные стороны, да, специалисты и родители, мы по разные стороны баррикад. И вот преодолеть эту преграду, преодолеть этот барьер и может именно floor time. Спасибо. И так? Итак, это действительно вызов. Я не думаю, что это сложность, которая связана конкретно с Россией и специфична именно для России. В течение многих конференций и курсов по всему миру, по сути, я обнаружил для себя, что все считают, что в их регионе, в их стране именно там все отстает от мировых стандартов. Везде все думают, что у них самые консервативные, устаревшие методы работы с детьми с РАС. Но на самом деле эта сложность и трудности характерны для всех стран. Поэтому если подумать об этом с точки зрения floor time, и я буду говорить об этом завтра, в рамках моего исследования. Наше исследование и ключевые исследования с специальной группой, которая проводилась в течение многих лет, мы поняли, что контроль доверия появился только в последние пять лет. То есть сейчас мы находимся на таком периоде, когда люди уже не говорят о таком аргументе, как у вас нет исследования, потому что оно уже есть. Мы отошли от этого. И мы теперь знаем из этих исследований, что если участвуют родители, если они чувствуют свои силы, то у их детей результаты намного лучше. Речь идет не только о floor time, но и о многом другом. Мы знаем, что родители связаны с детьми, они партнеры, у них есть возможности. И в таком случае, если это все так, то у детей будет получаться лучше. И я чуть больше об этом поговорю завтра и о моем исследовании. Но еще одно замечание. Расскажите немного о вашем ребенке. Иначе без личного не получится. Нам хочется понять, как именно вы относитесь к ребенку. Я добавлю небольшое замечание. Для профессионалов сложность заключается в том, чтобы родители были в комнате. Это общее правило. Конечно, проще, когда сделать так, чтобы родители ждали за пределами комнаты. Но мы не хотим воспроизводить ситуации, в которых будет обобщаться текущая жизнь. Мы говорим о эрготерапевтах по всему миру. Все эрготерапевты говорят, что терапия должна быть в рамках контекста. Они все задаются этим вопросом. Нужно ли проводить терапию в этой комнате или на улице, или дома, или же только в каком-нибудь специальном зале, который будет красиво и комфортно выглядеть? Я считаю, что самый важный контекст – это отношения между родителями и детьми. Поэтому неважно, как выглядит физическая окружающая среда во время терапии. Самое главное – это отношения между родителями и детьми. Это включает в себя понимание, организация. Это помогает ребенку с прогрессом в прохождении ступенек лестницы развития. То есть эта сложность заключается в самой области в целом. Нужно говорить и думать о важности отношений между родителями и детьми. Это самый главный контекст. Я нейропсихолог, психиатр из Туниса. Я работаю с детьми с РАС в Тунисе. Речь идет о ребенке, который может больше двух часов сидеть на стуле и смотреть на пол. Я хочу, чтобы ребенок со мной связался. Я хочу, чтобы ребенок смотрел на меня, чтобы начать терапию, психологическую терапию. Но мне приходится делать все возможное, чтобы его из этого пузыря вытащить. Мне приходится проводить больше двух часов с ним и вместе с ним смотреть на пол. Спустя неделю или две я поняла, что наконец ребенок начал смотреть на меня и улыбаться мне. Я даже не знаю, что я сделала. Не знаю, какова процедура, какие шаги или метод, который можно описать, чтобы понять, почему я смогла установить контакт. Но это было чудесно и прекрасно для меня. Я думаю, что действительно важно именно быть с ребенком. Важно именно это, а не то, что делать. Как-то можете проанализировать эту ситуацию и сказать, как это у других бывает? Спасибо. Спасибо. То, что вы выявили, это действительно очень красивый и прекрасный аспект модели Дирфлорта. И когда это случилось со мной первый раз, и, кстати, это ответ на вопрос другого родителя, который уже говорил, когда вы становитесь частью мира ребенка, получается, что вы создаете общий мир и таким образом расширяете мир ребенка. И мы уважительным образом присоединяемся к ребенку, мы следим за какими-то мимолетными микровыражениями того, что ребенок нам начинает доверять. И мы подстраиваемся под ритм ребенка. И со многими детьми действительно приходится это делать постоянно последовательно, потому что некоторым детям даже не верится, что кто-то заинтересован в том, в чем заинтересованы они. То есть нам приходится добиваться их доверия. И это хорошая идея. Я говорю ребенку, не останавливайся, я буду тут с тобой, и вместе с тобой буду делать то, что тебе интересно, и завтра, и послезавтра. И я знаю, что тебе интересно. И мы таким образом создаем доверие. Ребенок чувствует себя в безопасности. Мы заходим в мир ребенка, мы создаем общий мир, и мы его расширяем. Небольшая мысль в догонку, когда мы думаем об образовании, когда мы думаем об обучении наших детей, многие модели ориентируются на ребенка, который имитирует нас, и на ребенка, который взаимодействует в рамках нашего мира, в рамках наших инструкций. И для многих детей это действительно действенно. Но также, наоборот, для многих детей это неверный путь. И мы в качестве воспитателей, в качестве родителей, нам говорят, что именно так все и работает. Я образец, и я должен учить, и дети будут следовать тому, что я делаю. Но, как сказала Вирджиния, быть частью мира ребенка, заходить в их мир, создавать общий мир, который строят сами дети, вы вместе с ними его создаете, и как только он у вас появляется, то уже начинает происходить имитация. Но этого не произойдет, пока вы не создадите этот самый общий мир. И для многих наших детей, особенно раз, взаимодействие в рамках этого общего мира – это что-то сложное. И самый эффективный способ – это проследовать тому, что делают дети. Это самый базовый способ. Но имитируя, что вы делаете то же самое, что и дети, вы можете создать с ними общий мир. И тогда у вас он появляется. Я еще добавлю к этому, что же происходит, когда вы становитесь частью мира детей. Вы видите, что происходит что-то спонтанное. Вы не просите ребенка «сделай это, сделай то». Нет, ребенок просто в какой-то момент заметит это, он может подвинуть к вам вашу машинку, нажать на гудок. Сначала он не имитирует то, что вы делаете, но в следующий раз, когда ребенок будет играть с машинкой, он имитирует то, что вы делаете, тоже нажмет на гудок, как вы до этого. То есть это своего рода спонтанная имитация. То есть нужно признавать и одобрять их идеи, а затем добавлять свои идеи. И иногда дети действительно имитируют ваши идеи. Но когда мы думаем об имитации и о том, что происходит, то нужно понимать, что спонтанные такие моменты очень важны. We have someone from the hall next door. Shall we give them the floor? Спасибо за шикарную информацию. Я из Казахстана, я нейропсихолог и занимаюсь с разными детьми. У меня и рас, и у меня и умственная отсталость, просто задержки психо- и речевого развития. Разные детишки. Самый главный посыл в лотайм, как я понимаю, это взаимодействие мамы, ну или вообще в принципе родителя и ребенка, именно эмоциональная связь, да, это немаловажный аспект, который позволяет развить многие-многие моменты. Что делать, если у родителя окончательно кончились эмоции? То есть ко мне привели ребенка, 5 лет, умственная отсталость, и мама сказала так, сделайте что-нибудь. У меня нет сил, у меня нет эмоций, я где только не была, мне ничего никто не сказал, никто мне не помог. Я вижу, у вас есть эмоции, пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь. Хотя бы, чтобы ложку держал, или просто сказал да, или абсолютно простые вещи. Ребенок 5 лет находится в памперсе, у него, внимание, ноль практически на все. Сейчас я с ним занимаюсь больше крупной моторикой, через мозжечковую стимуляцию, да, просто играю с ним, хотя я не знакома была до нынешнего момента с флотайм в принципе. Ну, я слышала об этом методе, но не применяла его в своей практике, да, я не могу применять пока его. Но многие моменты просто интуитивно мне помогали, да, то есть мы играем с ним, я слежу за его эмоциями, я знаю, что он любит мячи, и через это я стараюсь воздействовать, да, то есть я привлекаю его внимание. Мама находится в кабинете, но в основном она находится в телефоне, либо так опосредованно смотрит, а ну ладно, занимайтесь и занимайтесь ребенком. Как привлечь ее внимание в процесс и с чего начать? Как ее зарядить энергией и как здесь разрулить ситуацию? Знакомая ситуация, я бы рассматривала с нескольких сторон. Во-первых, когда сталкиваешься с родителями, которые совсем без сил, сталкиваешься с необходимостью создания системы поддержки. Родительские организации, то, что есть в России, на самом деле очень мощная поддержка. Если такой возможности нет в регионе, то я бы объединяла родителей при психологической поддержке, то есть должен быть психолог, который бы вел такую группу. Таких вариантов, на самом деле, опыта такого в России много, можно найти. Второй момент, да, то есть это еще один аспект этого вопроса. Я обычно, ну, во-первых, чтобы телефона не было, мы договариваемся сразу, потому что я объясняю это тем, что это мешает мне, я не могу, да, я фрустрируюсь, как педагог. А мне нельзя так фрустрироваться, я должна быть целиком посвящена вашему ребенку вот сейчас. Это помогает на какое-то время убрать этот телефон. Я, понятно, что я насильно-то не забираю его. И находятся моменты, которые вы знаете, что работают, что ребенок откликается. И в этом моменте самое лучшее взаимодействие. И вот в этот момент попытаться маме дать этот мячик, предложить ей с ним поиграть, повторить ту игру, которую играли вы. Существует много способов справиться с этим. Разные люди делают это по-разному. Как вы говорили, да, действительно, если у вас есть доступ к психологу, если есть какие-то проблемы с этим, то важно подключить психологов и других профессионалов, которые будут поддерживать родителей. Я, как логопед, сначала слушаю родителей с эмпатией. Я говорю, да, я знаю, это сложно, столько всего сложного, и вы устали. То есть поначалу я не буду заставлять родителей так же подключаться к работе. Сначала я работаю с ребенком, пытаюсь понять, как все тут происходит. Потом я смотрю на родителей. Если вы заметили, что родители признают ваши успехи, видят, что у меня получается работать с ребенком, то для них это своего рода мотивация. Они воодушевляются, и тогда уже можно передавать мячик родителю, и тогда можно вовлекать родителя. То есть вы пытаетесь создать со-регуляцию и для ребенка, и для родителя. И помогаете и родителям тоже. Доктор Гринспен сказал, что самое плохое, что может сделать родитель, это не появиться. Если родитель приезжает, тогда можно многое простить родителю. Мы же не знаем, насколько это сложно. Мы не представляем, насколько этим родителям сложно, и насколько развитые или недоразвитые. И если родитель приезжает, то наша работа в качестве профессионала – это поддерживать их, помогать им с регуляцией, с помощью тех же шагов, которые мы используем для детей. Мы применяем все то же самое в Диар, и все то же самое можно применить к родителям. Это целая система, семейная система. Мне бы хотелось добавить еще один комментарий, расширить взгляд. Вчера вы видели эксперимент со спокойным выражением лица, безэмоциональным лицом, где был младенец, когда мама перестала выражать эмоции, и начался вот такой процесс стресса у ребенка. Он пытался обратно вовлечь маму во взаимодействие, после этого начал плакать и отворачиваться, и всячески выражать то, что он разочарован. Очень часто родители со мной делятся именно подобным впечатлением. То есть, когда их ребенок, например, уходит из контакта, они стараются его восстановить, вот эту связь пытаются восстановить, и они стараются самостоятельно привлечь внимание, они расстраиваются, они хотели бы, чтобы было по-другому, потому что они теряют, в конце концов, всякую надежду на то, чтобы что-то изменить. Они не знают, что делать. И вот что Вирджиния сказала, нам необходимо их вдохновить, вдохновить на то, чтобы они установили вот эту вот постоянно ускользающую связь. Я знаю, что я очень разочаровывался раньше, когда выступал в роли супервизора, клинический психолог ко мне приходил и говорил, мама не делает вот этого, не делает того, что я говорю. А мы говорим о развитии способностей. Я на самом деле очень сильно верю в то, что каждый ребенок может достичь развития своих способностей. Мы с очень сложными людьми, детьми сталкиваемся, мы понимаем, что если мы дадим им достаточно мотивации, они сделают то, чего мы от них ждем. Но иногда они, например, не в состоянии, потому что у них еще не развиты навыки. Но если мы вовлечем родителей, то, как правило, дети разовьют эти навыки. Поэтому нам необходимо вовлечь и родителей тоже, таким образом, чтобы дети смогли их развить. Что делать, если родители считают, что это дело педагогов развивать их детей? И когда они из группы кратковременного пребывания забирают своего ребенка, они дают ему телефон, и на «иди, играй» и пошли домой. Мне хочется начать с того, чтобы немножко рассказать о нашей программе обучения. Она начинается как раз с курса 1.01, с базового курса. Она, конечно, вас не делает уже сертифицированным профессионалом и практиком нашей программы. И она такая, несколько ограниченная в плане информативности. Но вы входите уже в круг «Флортайм», получаете поддержку, вы понимаете, что такое практика. И, например, в США, если кто-то из ассоциаций психиатров прошел этот курс, говорит, ой, я уже понимаю, что такое «Флортайм». Это не так. Вы все практики и родители. То же самое. Для них работа начинается тоже с самого начала. То есть есть такой курс, который направлен на обучение родителей. Это третий шаг. То есть первый шаг заключается в том, чтобы вы самостоятельно поняли модель. Дальше есть второй курс 2.01, который дает вам базовый сертификат профессиональный для того, чтобы вы могли эффективно использовать этот процесс, работать с ним. Модель-то простая на самом деле. И она во многом касается взаимоотношений между людей. Но она становится сложной, когда мы начинаем применять ее на практике. И необходимо все-таки проходить еще обучение, тренинг, коучинг-сессии, которые вам помогут его применить. И уже третий курс – это обучение профессионалов и обучение родителей. Это сложный процесс. И что я хочу здесь сказать? Что простого ответа на ваш вопрос у меня нет. Но опять-таки, возвращаясь к словам Вирджинии, самое первое – это проявить эмпатию к родителям. Не говорить им, что вы должны вот это, это и это делать, а выразить к ним эмпатию, потому что они растеряны, они вообще не знают, с чего начать. Мне кажется, что очень важно, чтобы родитель мог увидеть, что ребенок двигается вперед. И пускай это будут самые маленькие шажки, но наша задача – показать их родителю, чтобы он их увидел. И вот иногда такое происходит, обесценивание родителям ребенка, что подумаешь, там научился, вот он так не делал, а сейчас вот что-то может делать. Почему? Потому что он не понимает, что за этим стоит. И вот как раз-таки наша задача – показывать такие моменты ребенку. И он-то ждет чего-то большого, вот он привел сегодня ребенка, а завтра он должен ребенок уже заговорить, например. Да, чему научился он. И вот когда, если мы сумеем показать родителю, вот каждый такой шажочек маленький, то, конечно же, это будет нашим успехом. Еще мне кажется, что очень важно вовлекать родителей таким образом, чтобы, когда вот сложно ребенку, когда ему тяжело, чтобы родитель собой мог помочь ребенку отрегулироваться. Вот телесный контакт мог вступить с ребенком. Потому что если посмотреть на родителей и ребенка, очень часто родитель не может подстроиться телесно под ребенка. И не потому, что он правда не может этого сделать, а потому что ему даже в голову не приходит, что такое возможно и вообще, что это нужно делать. И, конечно, очень большая часть нашей работы вот в такой просветительской деятельности. Вот объяснять это родителям. Посмотрите, как вот он сел к вам на колени и успокоился. Вот такие мелочи помогать родителю увидеть. Была одна мама, которая... Вот ребенок начинал плакать, тут же она ему бутылочку с компотом. То есть она даже не верила в то, что она сама может успокоить, утешить ребенка. И целый путь надо было пройти. Надо ей было сказать это, что попробуйте с собой отрегулировать ребенка. И когда она начала это делать, то, в общем-то, она убедилась, что ей не нужны эти бутылочки, что она может сама успокоить ребенка без чего-то внешнего. Еще хотелось бы добавить по поводу... То, что... Подчеркнуть те слова, которые сейчас говорил Джефф и Вирджиния. Мы встречаем родителей на том уровне, где он сейчас находится. Если к нам приходят родители, и мы видим то, что у него нет ресурса вообще, соответственно, так как это про мультидисциплинарный подход, и мы видим это как проблему, если мы не можем ее адресовать сами никак, то есть мы можем попробовать найти команду специалистов либо помощь извне. Ну то есть и про что уже было говорилось. То есть это именно звоночек того, что родителю тоже нужна помощь. Мы не можем встать на уровень того, что вы не делаете. Мы точно так же и встречаемся. Только в микрофон, пожалуйста. Ну там слова говорились по поводу того, что она считает, что она грамотнее, чем все специалисты. Но это же тоже защита. Ну то есть это отражение своих внутренних переживаний. То есть тут вопрос именно уже психологической работы с ходительной поддержкой. Про это, кстати, Алена будет говорить. Завтра много, так что. Хорошо. Давайте из другой аудитории послушаем. Давайте. У меня тут... Работает. Или вы еще пришли? Тут что, записи? Да, хорошо, спасибо. Ну я просто прослушала, хотела один свой случай. Но вот насчет родителей, и сама просто до меня дошло. Вот представьте, как у нас с мамами нашими, это же те же самые родители, и они нас не понимают. Например, когда мы сейчас с мамой сажусь, говорю, мам, смотри, а я вот так чувствовала, ты такая боевая, а я чуть помедленнее. И она начинает понимать, что она на самом деле могла как-то меня успокоить, могла что-то сделать, но она тогда не понимала. Так же и родители. И чтобы как-то переложить, ну отдохнуть, они говорят, защищаются, вот как Александра говорит, нет, все, не-не-не, я устал, все, давайте вы, потому что вы специалисты, вы чуть не боги. Ну, мы не боги, поэтому они не понимают. А вот я работаю в реабилитации, начала работать, и там каждый ребенок, они индивидуальность, ну как, деньги они могут выложить большие, там у нас бесплатное обучение, я пришлась туда, чтобы тоже научиться. И вот один из случаев, у меня пришел ребенок, он аутист, ему уже 6 лет, он, я говорю, вот говорила, что он везде ходит, бегает, 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 и единственное, что он зацепляется, это за компьютером. Он увидел компьютер, вот ноутбук увидит, он подбежит к нему, начнет нажимать, начнет открывать все окна, закрывать, и когда я увидела, я вначале не знала, что с ним делать, то есть тактильно даже, а потом у нас есть игра, где надо было нажимать ногами, и я стала придерживать его руками, мне говорят, не помогай. А он, я смотрю, что я ему не помогаю, он просто ему нравится тактильно, и мы, получается, с ним играем, вот нажимаем. Потом он бегает, я его где-то раз, поймали, начинаем в мяч, смотрю, он идет на мяч, нет, нравится ему, не нравится, и вот, да, зрительный у него не идет, но я посмотрела, что у него, ну я говорю, вот он тактильно нормальный, он гиперчувствительный, потому что у него не раздражение, его щекотки, вот щекочу ему все равно. Вот, и дальше я просто не знаю, что с ним дальше делать, но вот, как говорили, мне нужно смотреть, наблюдать, наблюдать, и вот я просто благодаря вам поняла, что в игре, в игре как-то точки определять, его развитие, как бы его, но я вот не знаю, как его от компьютера отучить, точнее, родители его приучили, при любой вот малейшей какой-то, они дают ему телефон, и все, а я говорю, так, давай стоп, и вот он уже видит меня, это просто второе занятие, я говорю, так, я говорю, пять, четыре, три, два, один, раз, телефон папе дает, так, я говорю, папа, играйся с телефоном, я говорю, а мы с тобой будем дальше играться, и вот где-то ходим. Я не знаю, правильно или неправильно я делаю, вот, хотела еще спросить, я думаю, что ваш вопрос заключается в следующем, то есть ребенок очень прилипчив гаджетом к телефону, и вы сейчас пытаетесь понять, попросить отца забирать телефон, для того, чтобы его повлечь в другие игры, да? То есть, когда отцу дает этот гаджет, он как-то уже стал меня воспринимать, то есть смотрит меня, но не смотрит так вот так, ну ладно, я сделаю, что ты хочешь, там еще сходим, там, ну побежим к другому доктору, там у нас просто доктора, а там у него еще компьютер один, но как-то так. Ваш вопрос заключается в том, как отучить ребенка от гаджета, отвлечь его от гаджета, правильно? Вот я, да, вторая, да. Спасибо. Как отвлечь на его? Ну, зависит все от ребенка. Мы не можем давать рекомендации по конкретному ребенку, потому что я же его совсем не знаю. Например, я работала с девушкой, которая взаимодействовала с людьми, только когда у нее iPad был в руках, она периферическим зрением снимала людей, но когда мы ей позволяли смотреть на iPad, мы ее вовлекали и получали взаимодействие. Но с другими детьми необходимо разработать рутины, предсказуемые, которые обеспечат вот этот вот переходный период от вот этого прилипания к компьютеру, к гаджету, и вовлечь ребенка в другие игры без электронных устройств. Но я знаю, что есть другие дети, которые настолько увлекаются символическими играми, что они уже и забывают про эти устройства и про гаджеты, потому что им становится настолько интересно в этом процессе. ...что вот вовлекся, и, может быть, я говорю, вот, сделать, может быть, мне так развитие, чтобы, да, из гаджета принести, но уже свое как бы вносить. Ну, я говорю, два занятия с ним, это, по-моему, не занятие, это так, это мало. Вот тоже из недавнего опыта хочу с вами поделиться. Я работал с ребенком и работал совместно с одним из наших специалистов, родители тоже там были, и дети очень много проводили времени за девайсами, и уже во время первой нашей сессии мы не ставили себе цель убирать сразу вот это устройство. Нет. Конечно, мы надеялись, то есть практик, конечно, профессионал надеялся, что в конце концов мы уберем телефон вообще, но в первые 40 минут это не было нашей целью, потому что мы видели, что ребенок вовлекается во все процессы, даже несмотря на устройство было, там была няня, там была мама еще с нами, и был ребенок, и клинический психолог, они все играли. И я разговаривала с мамой, мы наблюдали за ситуацией, за тем, как взаимодействует мама, терапевт и ребенок, и мама говорила, он никогда этого не делал раньше. Она говорила, никогда не было такого, чтобы одновременно ребенок играл в девайс, в свое устройство, и взаимодействовала с няней. То есть в этот момент мы не убирали устройство, но мы могли надстроить новую систему на этих исходных данных, и мы могли в конце концов уже достичь проявления эмоций. На первом сеансе, а мама говорила, что такого никогда не было. Ребенок был постоянно где-то в своих мыслях и только перелся в экран. Поэтому я думаю, что, может быть, стоит с какими-то ключами поиграть и как-то их организовать, предпринять какие-то шаги. То есть для вас здесь рецепта готового не будет. Иногда очень привлекательно бывают, фиксируют внимание эти экраны, но, может быть, стоит постепенно достигать прогресса за счет того, чтобы увлекать папу в процесс, и за счет того, чтобы не было вот этой борьбы непосредственной с устройством. Постараться как-то переключить его внимание на вас, чтобы вы привлекали больше внимания, чем устройство, чтобы ребенок хотел больше с вами взаимодействовать, чем с устройством. Добавление насчет лэптопов, девайсов и прочих удовольствий жизненных. Значит, был однажды, ну, что-то вроде эксперимента в нашей практике, когда действительно, ну, это было несколько лет назад, и действительно ребенка было очень трудно от новомодной игрушки отвлечь, отучить, тем более забрать. И тогда нами совместно с родителями было выдвинуто, ну, такое вот решение, такая гипотеза. А что, если мама, при этом надо понимать, как это выглядит, да? То есть ребенок берет вот эту штуку, идет в какой-то комфортный для него уголок, и там все это смотрят. И совершенно никакого социального контакта ни с кем в этот момент нет. И тогда была предпринята попытка просто пристраиваться к ребенку, вот как бы, да, садиться рядом на диван вместе с ним, его к нему прижиматься тактильно, его обнимать и смотреть в гаджет вместе с ним. Интересная ситуация. Через довольно короткий промежуток времени ребенок показывал, что он не хочет больше один сидеть на диване, он хочет, прижавшись к родителю, сидеть вместе с ним и смотреть вот этот вот самый мультфильм. Значит, это о чем? Это не о том, что я предлагаю всем теперь садиться рядом с детьми и круглосуточно смотреть лэптопы, гаджеты и прочие вещи. Но, тем не менее, вот есть разные варианты работы, да? От дозирования этой игрушки, да? До, возможно, если она, ну, прям не имеет такой всепоглощающий эффект, пристраиваться и через это приходить вот к этой вот стадии совместного взаимодействия и совместного интереса. Я хотела только добавить одно слово, что на самом деле, что мы пытаемся делать, мы пытаемся привить вкус к общению, мы пытаемся заразить ребенка общением, чтобы ребенок возвращался за добавкой, чтобы ребенку этого хотелось. И это, чтобы ребенок почувствовал, что это тоже увлекательное. Возможно, это увлекательнее, чем сама игра. И на самом деле, очень часто родители, что делают, они приходят в кабинет, ой, как здорово с вами ребенок играет. Это во что вы играете? Какая-то игра, где по очереди ходишь, двигаешь фишки. Ну, вот это я уже купила, все. Идем домой, ее привезут завтра утром. А ребенок на самом деле не хочет играть в эту игру, он хочет играть со мной. И вот как привезти маму в эту игровую комнату, как сделать маму этим любимым человеком, этой лучшей игрушкой, я думаю, что это важная задача. А будете ли вы при этом использовать компьютеры, настольные игры, юлу, машинки, которые выстраиваются в ряд, или просто прыгать на мече, не важно. Важно, что ребенок почувствовал вкус к общению, пошла нейросвязь, нейроработа, лампочки загораются, новые нейросвязи формируются, и в этом все дело. Да, очень хороший комментарий. Мама ребенка с раз, мальчик 5 лет, также я психолог, тоже работаю с детьми, обучилась и биотерапии уровню РБТ, и когда нам поставили диагноз моему сыну, то это была первая методика, с которой я столкнулась, и начала применять активно в работе со своим ребенком. За два года, я сейчас ни в коем случае не рекламирую, не подумайте, мы многого достигли, он был совершенно неконтактный, он не понимал обращенную речь, он был не тактильный, не позволял для себя прикасаться, не за руку взять, никаких инициатив не проявлял, играл очень стереотипно, очень ограниченный набор игрушек и так далее. Значит, сейчас, благодаря биотерапии, я сделала упор на это послушание, это академические навыки, это усадила за стол, это бытовые навыки и просьбы. Сейчас два дня прошло конференции, я сделала анализ и поняла, что в плане общения я научила своего ребенка только просьбам своим, непосредственно бытовым просьбам. Да, и речь пошла, но тоже это очень скудно, это в основном просьба, я хочу пить, пить-пить в туалет и так далее. И еще я сделала для себя вывод, что мой ребенок совершенно не умеет играть в игрушки, вот в свободной игре, то есть все это уходит без моего контроля, когда уходит опять стереотипную игру, хотя на занятиях он развивающими игрушками работает, целенаправленно, то есть сортеры он собирает, цвета он сортирует и так далее. Что бы вы мне могли бы посоветовать, вот как мне его с помощью floor time вывести именно на эмоциональное общение вне просьб бытовых, и соответственно, чтобы он учился играть игрушками непосредственно по их назначению. Можно я отвечу тогда, точнее попробую рассказать. Только что просто читали лекцию с Юлией Эрц на эту тему, взаимодействие двух подходов. Основная мысль в том, что делает ЭБИ, как работает ЭБИ. Любая поведенческая либо традиционная система обучения, она дает ребенку навыки, то есть какие-то знания, навыки. В школе нас учат математики просто потому, что надо учить математики или там чему-то еще. Какая-то программа есть. Вот эта программа извне идущая, то что есть какой-то золотой стандарт, что должен ребенок уметь к 11 классу, условно скажем. Либо есть какой-то золотой стандарт, что должен уметь ребенок от железных к 3 годам. Ну то есть прям железно. Если 3 года прошло, а он все еще, не знаю, не ходит, с ходьбой еще, с физиологическим процессом все просто. А вот если он там, не знаю, не говорит предложение из 5 слов, то все, у него проблемы. Такие, что нужно срочно учить его делать предложение из 5 слов. И нюанс в том, что навыки нам нужны. Так или иначе, у нас есть определенные системы и вообще жизненные ситуации, в которых мы применяем разнообразные навыки. Будут те же самые академические навыки, нахождение в классе, нахождение в ситуации, которая не очень интересна, умение себя сдерживать, самоконтроль, это тоже навык, которым люди учатся. Но, собственно, вот через EBA, EBA умеет хорошо настраивать, большим количеством повторов создавать, самоконтроль у меня, извините, то есть создавать навык у ребенка. Хорошо умеет. Проблема в том, что этот навык часто не привязан к бытию ребенка. Ну, то есть иногда бывает так, что этот навык, он извне идет. То есть мы видим в ребенке, ну, точнее, специалисты, видят в ребенке какую-то проблемную сферу, и про это они сами говорят, и они ее как бы застраивают. То есть давай, вот ты не умеешь этого делать, давай мы тебя сделаем, не умеешь имитировать, давай тебя научим имитировать. Проблема в том, что имитация появляется в условиях. Но, даже если ребенок научился, вот берем конкретно вашу, вы говорите, что он в рамках занятия за столом умеет собирать сортеры. Вот. Сейчас, что можно делать, помимо того, что вы учите его каким-то конкретным навыкам, вы можете создавать у него вот эти самые ситуации жизненные, где, а вот здесь у тебя сортер, а вот здесь что-то еще, отталкиваясь и считывая его личные сигналы от того, что он сейчас хочет делать. Вот. Может быть, он нерегулированный, условно скажем. Тут сейчас мы еще раз поддерживаем, мы не можем конкретно по конкретному мальчику у них недостаточно информации, но вы можете уже, зная то, что вы можете, например, начать с его регуляции. Если то, что он там слишком вялый, то начать его вовлекать просто в сенсиматорные игры, которым весело. Наоборот. Или наоборот, он все очень активный, то, соответственно, помогать ему срегулироваться через те условия, в которых, про что у нас рассказывала Аманда, много противоусловий, в которых оказывается, что он спокойнее наблюдает. И в этих условиях вы можете привнести то, что потерялся ребенок, например, он, видно, не знает, что сейчас делать. И он такой, смотри, у нас здесь сортер под рукой попался. И он такой, о, так оно для этого нужно, скучно стало, давай попробуем. Ну, то есть, у него сейчас много, вот, взаимодействие такое, много навыков, а через эмоциональное взаимодействие мы все эти навыки друг с другом склеиваем. Ну, то есть, мы все, мы хотим, чтобы это получился поток. Мы хотим, чтобы это было не раз, два, три, игра закончилась, сел за стол, закончилась перемена. Мы хотим, чтобы это было не триггерами у него мышление работало, а чтобы он вместе с вами пришел за стол. Чтобы вы могли честно ему сказать, то, что, ой, слушай, я устал бегать за тобой. Пойдем посидим, поиграем в сортер. Он такой, ну, ладно, мам, хорошо, пойдем поиграем. Ну, то есть, мы хотим к этому прийти. А это формируется через здесь и сейчас общение, через считывание сигналов этого ребенка и если у него есть, ну, и учет его индивидуального профиля, если у него есть диспрофиль, то вы ему в любом случае будете учить что-то новому и это новое привлекать к жизни. То есть, мысль в этом, по сути, взаимодействие, как я это вижу. То есть, без, ну, чисто навыки сами по себе не склеиваются. Важно, чтобы было общение, которое эти навыки склеивает. Ну, то есть, я правильно поняла, мне надо уйти из позиции педагога назидательного в перейти на ковер и начать с ним в тот же самый сортер, играть, но только вот по его большим правилам, да? Да. Ну, что-то типа того. Алена? У меня следующий ответ, он довольно короткий. Идите, играйте. Это первый шаг. Просто вернитесь к тому моменту, когда нужно быть с ребенком, а не делать с ним что-то. Забудьте о том, что нужно делать и помните о том, что нужно быть. Просто поиграйте, чтобы поиграть, ради игры. И в то же время вы сможете, вы должны установить связь с каким-нибудь экспертом, который вам расскажет о том, как это делать, как сделать, чтобы это было целенаправленно. Просто поиграйте, наслаждайтесь, веселитесь. Я думаю, что у нас осталось время только для одного примера, и затем мы заканчиваем. Извините, я просто хочу ответить и вам тоже. Из всего, что мы сказали за последние два дня, вам можно вынести следующее. Дир – это о том, чтобы помогать детям наслаждаться компанией и других людей. И вы должны верить в силу любви и отношений между родителями и детьми. Позвольте вашему ребенку знать, что его интересы действительно интересны и вам, что вам нравится проводить с ним время, чтобы ваш ребенок понимал, что он лучший человек в мире. И только тогда с помощью практики вы сможете добиться чего-то. наслаждайтесь. Добрый вечер. Подскажите, такой вопрос. В некоторых видео я обратила внимание, что специалисты используют ритм. Имеет ли это какое-то значение именно в практике дирфлотайм? Мне кажется, ритм это вообще вылежит в основе мироздания. Это все подчинено ритмам. И наш диалог это ритм. Ребенок рождается в каком-то ритме, ритм всю жизнь его сопровождает. И в общем-то это вообще все в мире, если задуматься, основано на ритмах. И что мы... Вот помогает ритм установить нам как раз-таки контакт. когда нет одного, другого, второго, третьего, чего? Вот этот диалог, это вот это вот ты, я, ты, я. Вот это же основа общения. Вот это вот ритм это и задает. Ну, а если задуматься, в общем-то, у ритма очень много разных функций в жизни. А если говорить про формальную сторону, ну, то есть ритмические вещи, то это можно использовать часто как технику, если, ну, не бежать за ребенком, и, ну, есть ощущение, то, что я гонюсь за ребенком и не успеваю, лучше отойти и поддерживать ритм либо вербально, ну, описывать то, что делать, чтобы оставаться дистанционно с ребенком в контакте, либо можно, по-моему, физически, чтобы лучше почувствовать те сильные моменты, когда у ребенка что-то происходит. Ну, то есть, вот, и потом в этот момент подхватить. Ну, то есть, если вы сбились, как в музыке, если вы сбились, ритм лучше остановиться и потом обойти в сильную долю еще раз, а не пытаться догнать, сыграв все ноты быстрее в два раза. То есть, это такой момент чисто технически уже. Я так понимаю, что у меня остался последний шанс, да, и я хотела бы немножко вернуться к тому, что все-таки мы видим на экране, да, и перейти от вопросов к экспертам, да, все-таки к попыткам рассказать о том, как, ну, хотелось бы и как я в своей работе использую вот эту замечательную философию, то, что отношения важнее, чем конкретные навыки и важно простраивать прежде всего отношения с ребенком через игру, через те впечатления, которые для него актуальны. Артур? Я очень разделяю и согласна с той мыслью, что начинать коррекционный процесс важно, во-первых, вместе с родителями, во-вторых, опираясь на значимые для ребенка впечатления. Это могут быть тактильные впечатления, впечатления, связанные с движением, впечатления, которые он почерпнул из мультфильмов, из книг, возможно, из каких-то видеоигр. Эти впечатления можно использовать в работе для того, чтобы создать общее пространство. Но для меня важно не просто быть рядом, а создавать новые смыслы. Важно вносить смысл в эти общие впечатления. Ну, приведу конкретный пример. Девочка, которая перемещается в пространстве, ее самым значимым впечатлением являются перемещения и двери. Понятно, что двери необходимы для того, чтобы перемещаться. Соответственно, пространство взаимодействия я выстраиваю таким образом, чтобы было много дверей и много возможностей вместе поиграть с этими дверями, потому что не все двери могут быть полезны. То есть появляются в игровой комнате домики, которые привлекают ее тем, что есть необычно открывающиеся двери. При этом у этих домиков есть окна, и я могу заглянуть в это окно. Девочка открывает дверь, она не может ее не открыть, потому что это значимое для нее впечатление. Речь идет о мутичном ребенке, безречевом, который никогда в жизни не выполнял никаких инструкций вербальных, и совершенно было непонятно, понимает ли она хоть в какой-то степени речь. И, естественно, когда я ложусь с противоположной стороны этого домика, она открывает дверь, а я заглядываю в окно, при этом у нас получается глазной контакт. И он не может не получиться, поскольку само пространство взаимодействия структурировано таким образом, чтобы этот контакт возник. Но мне этого недостаточно. Я, конечно же, иду дальше, я накладываю смысл на это взаимодействие. Тут же, мы помним, ребенок безречевой, мне важно развивать речь, тут же я накладываю слово «глазик», «ку-ку». Это достаточно эмоционально заразительно. Ребенок не может не отреагировать на это слово, он не может не посмотреть на меня, да, и получается пространство общей игры. Но мне важно не только, чтобы было пространство общей игры, мне важно понимать динамику, как я буду развиваться, как я перейду от этих отдельных моментов к развернутой длинной полуторачасовой символической игре с использованием игрушек, с использованием сложных сюжетных ролей и взаимоотношений. Ну вот, примерно так. Спасибо за внимание. Спасибо всем, кто поделился своими историями, рассказал нам о своем опыте с детьми. Для нас это очень полезно и надеюсь, что сейчас ваш стакан не просто наполовину полон, а даже чуть больше и надеюсь, что завтра мы поговорим побольше о floor time и больше с вами поговорим. Так что увидимся завтра утром. Хорошего вечера. И одно небольшое объявление. Дело в том, что завтра, мы это прекрасно понимаем, в районе 6 часов вечера уже не все доживут до этого времени, потому что у кого-то самолет, у кого-то там поезд. Я сейчас предлагаю сделать следующую вещь. Нам всем собраться, спуститься вниз и внизу есть ступеньки, их там много. Я предлагаю сделать одну большую фотографию сегодня, может быть не одну, а целых пять, со всеми участниками конференции, чтобы это было запечатлено и отложилось у нас в памяти. Принимается? Отлично. Тогда спускаемся вниз и фотографируемся. Да, ну давайте через 10 минут, да, я услышал про наушники, давайте через 10-15 минут тогда. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok